Дорогие друзья, здравствуйте! Вы, наверное, уже привыкли к нашей заставке. Это телеканал Старт, а значит в эфире по понедельникам в уже привычное для всех время Суперлига телеканала Старт по нардам. Продолжается чемпионат России, первый в истории мирового телевидения. Вот этот удивительный турнир. И с вами сегодня я, ваш покорный слуга Григорий Твалтвадзе. И наконец-то Юрий Акопов вернулся в студию. Да что, спасибо. Если бы вы выиграли, Юрий Грантович, предыдущий матч в туре, тогда можно было бы говорить спасибо. А сейчас вам предстоит анализ, серьезный анализ, разбор, понимаете ли, упущенных возможностей. Ну ладно, это все шутки в сторону. На самом деле сегодня у нас действительно, ну я бы сказал, не совсем обычный игровой день, потому что какие-то игры у нас вызовут точно огромный интерес. Это даже не по поводу интереса, а по поводу того, что они из других туров. Мы говорили о том, что новогодние праздники, они не остановят ни при каких обстоятельствах наш чемпионат. Но вот коррективы они внесли. Вот третий тур, второй игровой день. Герджа Гориан и Алексей Аскурава. Как сказал Алексей Аскурава, отступать некуда позади Москва. Потому что у него ситуация, ну такая, я бы сказал... Чрезвычайная. Да, да, да. По краю пропасти ходит. И вот у меня в связи с этим есть такой вопрос. Юрий Грандович, уважаемый, скажите, пожалуйста, а вот насколько вы представляли себе, что после второго тура такие игроки, как Аскурава, как Азизов, Ерохин, окажутся вот внизу турнирной таблицы. Там, где оказались, да, и то, что Варданян, Пучков, Петухов, Арсагов, они плотненько, так достаточно плотненько будут держаться место с первого по четвертое. Ну попробую прокомментировать то, что мы сейчас видим на экране, табличку. На самом деле состав действительно очень сбалансированный. Тот чемпионат в индивидуальном зачете, который сейчас проходит, он действительно собирает упомянутых выше 12 топ российских игроков. И пики в плюсе или пики в минусе, они возможны, поскольку мы все-таки действительно говорим об очень интеллектуальной игре, но с элементами удачи. И вот эти элементы удачи иногда могут загнать в пик кого-то из участников пары в плюс, а кого-то в минус. Вот так случилось с матчем Микаэла Варданяна, Алексея Аскурава и Константина Пучкова с Сергеем Олениным. Ну что ж, такие пики возможны, они могли быть раньше, даже с первого тура, могли быть позже. Но я думаю, сбалансируется картина. Все равно амплитуда будет, в моем предположении, где-то в пределах 35 очков плюсом-минусом. В таком диапазоне. Да, хотя вот вы знаете, мы же буквально несколько минут назад, когда вот сидели в комнате отдыха, в ожидании обсуждали матч легендарного японца Мочи. Мочи, да, против датчанина Лилофа. И не зря кто-то вспомнил, что Аскурава тот, который Мочи обыгрывал дважды. Дважды на крупном международном турнире, который проходил в Сочи. Есть такие победы в копилке Алексея. Но пока вот получается, что... Всему свое время. Да. Ну, Юрий, я хочу, наверное, сейчас предложить перейти к табличке. Давайте. К табличке, которая дает нам... Дополнительные статистики. Да, по пиару и по лаку. Ну, лак – это удача. Ну, пиар, вы понимаете, это... Напомните мне несведущему качество. Это качество игры. То есть точность ходов в отношении к тому, как сыграла бы программа, играя идеально. Да, то есть объявить удвоение, не объявить удвоение, принять. Ну, и вот что у нас получается. Посмотрите, Леонид Рискин, который находится... В минусовой зоне. В минусовой зоне. Здесь мы видим по пиару у него... Очень хороший уровень. 366. Да, прекрасный уровень. Сергей Петухов, 338, но Петухов два матча выиграл. Да, Петухов два матча выиграл. Это очень хорошая игра. Это заслуженная пока его первая строчка. Но большинство игроков в диапазоне до шести. Вот восемь игроков в диапазоне до шести. И дальше немножко выбились четыре игрока. Я в том числе за шестерку. Но я думаю, дальше будут улучшаться показатели игры у всех. Они придут к... Я уверен, все игроки в итоговой табличке вот этого рода придут к цифре меньше, чем шесть. Или, может быть, даже меньше. Меня знаете, что волнует? Меня волнует то, что вот по завершении двух туров некоторые участники нашего чемпионата начинают посыпать голову пеплом. А вы, как организатор всего этого действия, успокаиваете их и говорите, да только второй тур закончился. Да, мы еще даже треть дистанции не сыграли. Но я бы сказал, что это, наверное, амбиции. В первую очередь вот тех, кто расстроен подобным положением. Ну, это один из способов самоутешения тоже, безусловно. Но факты остаются факты. Мы еще не сыграли даже третьей дистанции. Ну вот, давайте все-таки попытаемся сейчас поближе к телу, что называется. Нам предстоит матч Алексея Аскуравы и Мгера Джагаряна. Особой интерес. Да, Мгер Джагарян, вот он на ваших экранах. Один из творцов единственного ничейного результата. Пока. Да. И первый матч в первом туре он выиграл с перевесом в одно очко. Да. И, откровенно говоря, осторожничал максимально так для него важна была эта победа. Алексея Аскурава, который попал под настоящий каток Микаэла Варданяна, одного из наших двух международных гроссмейстеров. И вот все время, которое сейчас он провел в комнате отдыха, он сидел за компьютером и он анализировал. Он пытался выяснить, да, самонастроиться, потому что, ну реально, я повторяю его слова, он фактически сказал отступать некуда позади Москва. Позади Преображенская площадь. Позади Преображенская площадь, да. А с нее, как известно, можно далеко уехать, потому что рядом Комсомольская. Действительно очень важный матч для него. Да. Если говорить о перспективном таком строительстве, что ли, сегодняшнего матча, кто как будет играть? Будет ли рисковать Аскурава? Я почти уверен сейчас в прогнозе, который постараюсь дать, что думаю, что Алексей действительно будет играть агрессивно. То есть удвоения могут начаться раньше, чем будет показывать программа. То есть немножечко будет страдать пиар, но при более-менее равных позициях с небольшим уже перевесом, как только если он будет, мы тут же увидим движение Куба-удвоения со стороны Алексея. Меня что радует... Геру нелегко придется. Да, меня что радует, то, что оба спортсмена играют достаточно быстро. В этом смысле, да, мы, может быть, увидим немалое количество геймов по отношению к другим матчам. Да, вот давайте сравним их личную статистику. Давайте. Ну, общая оценка качества игры пиар, он пока не впереди, не впереди планеты всей. Около восьмерки, чуть меньше Умгера и побольше у Алексея Аскурава, 8,82. С удачей сразу видно, что Леша действительно, к сожалению, для него не дружит. Минус 9, это очень большой отрицательный показатель. В переводе на наш житейский язык очень не везет. Умгера в пределах нормы, так скажем, с минусом, но, тем не менее, минус 0,9. Как он сам сказал, если бы вы обратили внимание, я был единственным, кто с минусом выиграл. Да, кто с минусом выиграл, это факт. Качество игры шашками 6,26, 7,45 тоже пока не самые лучшие показатели. Ну, как итог, общая оценка, которая с верхней строчки. И качество использования Куба удвоения тоже не самое лучшее, 14,15. Ну, посмотрим. Я думаю, что время от времени-то это, естественно, история. Это будет улучшаться. Говорит, да, что счастье все-таки должно повернуться к тому же Аскураве. Это не потому, что я сейчас болею против Минкера. Так устроена жизнь, статистика. Все должно где-то в среднем быть. Да, да, да. Дистанции достаточно, чтобы мы увидели это в среднем. Не может быть так, чтобы тебе не везло всегда. Будем надеяться, что это сработает и на нашем турнире. Да, давайте попытаемся дать прогноз. Опять я лезу с этим глупым вопросом. Их тяжело давать прогнозы. Я не боюсь ошибаться. Не боюсь ошибаться. Очень болею, честно, за обоих. Гер мне очень близок как товарищ по игре. Алексей мне тоже очень близок как товарищ по игре. И отдельно за него переживаю, что он все-таки незаслуженно получил такое сильное поражение. И отстает внизу таблицы. Буду болеть, как говорят, за красивую игру. Но надеюсь, что результат будет тоже очень большезначным, великозначным. То есть будет счет большой. То есть вы за красивый футбол. За красивый футбол, да. За красивые нарды. И результат, я думаю, будет крупный, поскольку будет много геймов с кубом 2 и 4. Ну, дать-то бог. Дай-то бог. Ну что, давайте, дорогие друзья, не будем откладывать дело в долгий ящик. Приступим к наслаждению наблюдением. Свет загорелся. Слева Мгер Джагарян. Алексей Аскурава справа. В форме гостя. Желтые у нас пола. И зеленым это Мгер Джагарян. Ставим часы. Общее сквозное время 56 минут. Напомним для телезрителей, что 56 минут – это общее игровое время этой сессии. Как только прозвенит контрольный звонок, это означает, что текущий гейм будет последний. А пока мы начали первый гейм. Ну, Аскурава удачно начал, закрыв пятое поле. 3-1. Вот что, о чем я вам говорил. Сразу? О чем я вам говорил. Только получил чуть получше дебют. Так-так-так-так-так. Вот почему я сказал Мгеру будет тяжело. Если будут складываться дебюты позиционно из образков, безусловно, в пользу Алексея, то кубы, я так скажу, полетят моментально. Сразу мы увидели куб на третьем ходу. Пока у желтых лучше точно. Они сделали уже в доме, обратите внимание, шестое, пятое, четвертое поле. Да, и там еще 2-2 удачно так пришло. Да, это большое достижение. Ну, вот сейчас немножечко отыгрывает позицию Мгер. Забрал пятый пункт. Чуть-чуть получше у желтых. Тем не менее, еще потому что, видите, на той стороне доски сверху 2 шашечки. Это 11-й пункт. Они вспомогательные, так скажем, строители для того, чтобы взять барпоинт. Седьмой. Ближайший к перегородке. Я буду иногда называть цифрами, иногда визуально, чтобы зрители могли понимать, о каких полях мы говорим. 4-2. Задумался. Мгер. Это Мгера. Есть опция спустить 2 шашки. Или есть опция взять 4-й пункт. Да, и раздвигаем здесь шашки. Оживляем еще одно давление на открытые шашки. Видите, две зеленые шашки на этой стороне доски. Очень вовремя. Да, посадил камень. Оживил шашку, потому что под атакой была зеленая шашка здесь на девятом поле. Сейчас надо ее либо убирать, да, вот таким образом. Есть сыграть 4, другого, наверное, нет. Можно еще ударить во втором поле. Кстати, программа это показывает. Мне не очень... Ну да, видимо, потому что есть шанс, что могут желтые не зарядиться. Хороший был ход. Не удается нам успевать подумать над этими вариантами. Достаточно быстрый темп взяли игроки. Ну, то, о чем мы говорили, что оба играют достаточно быстро. Здесь один ход, спасаем шашечку. Ну, давайте быстренько оценим позицию. Вот несколько ходов и позиции. Что мы имеем? На той стороне доски зеленым не удается сцепиться, взять так называемый якорь. Желтые этим пользуются, пытаются атаковать. Проатаковали. Зеленые танцуют. Надо забрать это поле. Есть единица. И четверку подводим под барпоинт. Туда, чтобы усилить давление на оставшуюся шашку. Или, в крайнем случае, сделать полную блокаду из шести полей. Вот про эту четверку я говорил. Очевидный ход. 1-6 это и чудеса. Забываем про это. Ну, забываем. Ладно. Желтые продолжают давить. Хотя мы знаем, что забывать о чудесах нельзя. Вот здесь вопрос. По-моему, надо бить. Было в этом первом поле. Я думаю, надо было бить в первом поле. Пытаться добить ту шашку. Ну, вот теперь это делают. Вот, по сути, первый Марс на столе стоит. Да, Мгерростроен сидит. Очень быстрый такой блиц Марс получился. То, о чем мы говорили. Ну, Марс, дорогие друзья, напомним, это не то, что парка уже закончилась и она уже сразу принесла после удвоения 4 очка. Нет, вопрос-то в другом, что Марсы это те позиции, которые позволяют оценить перспективу на вот такой... Во-первых, давайте напомним телезрителям, что Марс это действительно не планета. Марс это термин, обозначающий определенный исход гейма. В данном случае победа одной из сторон, когда она выбросила, эта сторона, все шашки, а оппонент не выбросил ни одной. Вот такая победа засчитывается вдвойне, называется Марсом. Ровно под такую угрозу сейчас находится зеленый. Нет, я просто, знаете, о чем хотел сказать? Вот вы произнесли фразу, здесь много Марсом. Да, имеется в виду, очень часто эта позиция закончится Марсом. Вот, я это и имел в виду. И то, что это не значит, что мы уже... Понял, понял. А то, что перспектив много. Да, имеется в виду, что в перспективе очень много шансов за то, чтобы партия закончила с Марсом. И вот смотрите, вот сейчас... Срочно зеленым нужно оживить шашку, не получается. Вот сейчас что это означает? Что желтый очень близки к Марсу. А Марс с принятым удвоением. Да, это будет 4 очка. Но вот шанс получился избежать Марса и побороться за победу. Открылась шашка желтых. Будет ли тройка? Есть тройка. Очень спасительная тройка. Алексею опять не повезло. В этом смысле. До этого, конечно, хорошие были броски, надо признать. 6-6, которые моментально закрыли все. Но, тем не менее, 6 шашек еще на доске, которые надо выбросить. Видите? И одна сбитая. Это означает, надо пройти полный круг. А зеленые постараются сейчас притормозить и заблокировать по дороге домой. 6-5, танцуем. Да. Пока не удалось оживить шашку. 6-2. Надо подтягивать материал. Да, до конца можно сыграть 6. Ей же 2 сюда подтянуть, чтобы пошире стояли шашки. Вот этот ход мне не очень понятен. Потому что, во-первых, 4-6 появляется. Но, с другой стороны, Герас создал хорошую шестерку такую еще. Вот он сейчас ей будет пользоваться. И спускать еще тройку оттуда, с левого дальнего угла. Это миддлпойнт, сфередина доски. Спустить сюда 3 очка на дошашку. Чтобы была очередная полезная шестерка, если вдруг желтый собьют. Вот это я не понимаю. И я тоже не очень понял этот ход. 5-5, а 5 не везет. Не сказалось, скажем так. Не сказалось. 5-1 взяли. Вот теперь пятерку, наверное, надо ввести дальнюю шашку. Чтобы, опять же, было здесь побольше шашек к этой части доски. И стояли бы на разных полях. Мы это называем, чтобы стояли широко. Встречали вот так, да. Чтобы встречали, возможно, выдвинувшуюся желтую шашку. Но она пока еще даже не зарядилась. Срочно надо брать седьмое поле. Будет полная блокада, полный прайм. Это девятое поле. А седьмое – это максимально близкая перегородка, как я говорил. Называется барпойнт. Может быть, зрители даже смогут запомнить. Миддлпойнт – это поле в середине доски. А барпойнт – это прямо в середине. Рядом с перегородочкой, на которую кладем сбитые шашки. Ну, или в доме взять второй пункт, соответственно. Осталось взять два пункта. Второй и первый. Вот как все поменялось. Вот взяли второй пункт. Как все мгновенно поменялось. Нарды, в частности, дисциплина, которую мы сейчас наблюдаем. Короткие нарды. Ох, очень хороший бросок. Конечно, много шансов быть сбитым. Но, тем не менее, попал. Все, полный прайм. Два и четыре закрываем. И дальше вопрос. Насколько деляки шансы, даже когда зеленые, а они сейчас это сделают, полностью возьмут дом, начнут выбрасывать шашки. А значит, что-то откроется. А шесть-три вот он может закрывать. Ну, конечно. Как угодно можно играть. Сейчас, да, не принципиально. Конечно, надо закрывать. Так вот, насколько велики шансы у желтых, выбросив восемь шашек, поскольку на доске мы видим семь всего, да, осталось, значит, восемь Алексея выбросил. Насколько велики шансы все-таки вообще выиграть эту партию? О Марсе уже речи никакой нету. Вот зеленые начали сами выбрасывать. Речь идет о том, кто сейчас фаворит. Ну, при таком количестве выбросенных шашек фаворитом, конечно, является желтый. Но будет зависеть от удачи. Поскольку сейчас, если они смогут оживить шашку шестеркой, шестеркой оживить не получилось. Ну, открывать же что-то надо. Ну, естественно. Три-три это хорошо. Выбрасываем три шашки. Но при этом открываем еще одно поле для зарядки, да, как мы говорим. Тройки и шестерки теперь нужны Алексею. Посмотрим. Есть три-пять. Всю дорогу бежим. И теперь вопрос. Теперь в скорости. Будет ли оборотный куб? Поскольку зеленым осталось выбросить десять шашек. Это пять бросков без дуплей. Но там есть дырочка в тройке. Если помните, у нас там была позиция тройка свободная. Поэтому вполне возможно один раз переиграют. Это шесть бросков. Посчитал. Посчитал. Чуть-чуть рановато. И это правильно. Четыре-один. Пока нет переворота куба. Леше нужны крупные броски. Это не из этой серии точно. А вот сейчас уже похоже на редабл. И да, программа показывает редабл. Более того, даже нету, как мы говорим, тейка. Нету решения взять этот редабл. Взять куб по четыре. Поскольку вот это ошибка. Это ошибка Нгер таки не очень часто допускает. Видимо, волнуется что-то за удачу. Возможно, что-то хочет наверняка. Сейчас еще один шанс поставить удвоение. Сейчас-то уже, наверное, он увидит это удвоение. Как мы говорим, найдет. Такое же удвоение, такой же пас. Еще одна попытка забрать партию прямо сейчас. Два очка. Обидно для Алексея, конечно. Я понимаю, сейчас он переживает. Потому что, как мы говорим, Марс был в руках. Марс был в руках. Но бросок 5-5, если помните, заставил открыть одну шашку в третьем поле. Им, Геру, повезло. Удачно был бросок с тройкой. Да, 3-1 тогда. И вот это привело к тому, что мы сейчас наблюдаем. Но посмотрим, что будет дальше. Гер сейчас считает. Три броска, возможно, четыре. Три броска, потому что шесть шашек. Возможно, четыре. Потому что, если один из бросков будет тройка или два раза единица. Придется на один бросок больше потратить. Без дуплей, повторяю. Не находит. Это очень приятно должно быть для Алексея. У него появились бесплатные шансы, как мы говорим, на что-то хорошее. Это неплохо. Уже четыре шашки. И даже сейчас есть редабл. Но сейчас надо подумать насчет тейка. У желтых ровно четыре шашки. Но зеленые начинают. Если они кинут единицу. А нет, единицы есть. Все равно пас здесь, конечно. Ну, просто бесплатный был бросок. Алексей мог бросить сейчас что-нибудь типа шесть шесть, четыре четыре, пять пять. И уже неизвестно, чем бы закончились решения по кубу для обоих из игроков. Да, но интрига была сумасшедшая. Кроме того, что я вам сказал, пока сбывается. Агрессивные кубы, кубы по четыре. Мы это все будем видеть. Алексей переваривает, видимо. Он сейчас должен забыть и заточиться на очередном гейме. 2-0. Если бы партия закончилась Марсом в пользу Алексея, пока перебрасывать, я бы употребил термин в футболе. Мы не знаем, что было бы, если бы на первых минутах забит бок. Конечно, бы сейчас другим энтузиазмом играл бы Алексей. Могло это психологически. В предыдущей партии. 3-1. Да. И могло бы повлиять на Мгера. Но сейчас немножечко Мгера это успокоила, победа. Ну, Мгер, по-моему, из той категории игроков, который психологически очень устойчив. Ну, в любом случае, быстрый куб, проигрыш Марса могло бы повлиять. Но все это позади. Смотрим очередной гейм. Не очень хороший 4-3. Спокойная игра с 13-го в 6-е. Сразу куб. Тоже перевес есть у желтых. Не уверен, что он верный. Может быть, и верный. Очень хорошее позиционное развитие опять у желтых. Взят пятый пункт. На той стороне доски много билдеров, строителей. Четыре шашки. Хотя у зеленых бегут одной шашкой. Ну, любителям и просто тем людям, которые занимаются нардами, напомню, есть стратегии определенные против одной отставшей шашки, как в данном случае у зеленых. Играть надо достаточно агрессивно. Ровно так же, как и зеленым. Этот 6-5 спуск достаточно хорош для образования контр-игры. Но имеет риски быть сбитой. Так и получилось. 6-1. Обратного удара нет. Мы просто спасаем. Здесь шашку надо было завести в дом. Вот это уже просто, как мы говорим, ронг-идея. Неправильная идея. Просто Мгер решил перейти в обратную игру, понимая, что там надо построить какую-то конструкцию в доме у Алексея, чтобы как-то защищаться. Но вопрос, хватит ли у него материала. Там только три шашки. Для обратной игры нужно минимум 4+. Но сейчас он думает, на четвертое или на третье поле сажать. Да, можно перекинуться на четвертое поле. Либо побить. Либо зарядиться тройкой и побить здесь шашку контр-игру. Ну вот он решил не бить. Другой план на игру. Решил не бить. Очень хороший 6-3. Очевидно, надо брать было тот пункт, который Алексей взял. Теперь мы промахиваемся мимо этой шашки. Строим свой дом. Желтые сейчас будут убирать эту шашку. Ближе к дому подтягивать. Ну, 6-3, да. Это не обязательно было здесь выстраивать блокаду. Давать шанс быть сбитым. Надо было просто тащить ее до конца. Ну вот теперь может опять получиться какие-то неприятные расклады. Очень хороший. Очень удачный 6-1. Вы сбили шашку. Небольшая блокада из трех пунктов. Я удивлен, почему Аскурава не закрыл сразу. Нет, он мог просто сыграть 6-3 до конца. Если мы успели посмотреть. Да, я вот это и имел в виду. Темп достаточно быстрый. Но сейчас у зеленых чуть-чуть появились шансы здесь каким-то образом помучить желтых с отставшей шашкой. 4-5. 4-5. Ничего хорошего не видим. Не-не-нет. Это что-то не то. Не очень хороший. 1-1 тоже неплохой ход. Но желтая шашка по-прежнему пока в небольшой блокаде из трех шашек подряд. Видите, стоит за три шашки. Да, да. Вот сейчас можно ее атаковать. Брать четвертый пункт и атаковать. И если желтые не попадут, то здесь возможно блокада одной шашки. Очень ответственный бросок сейчас. Хорошие все пятерки и 2-6. 5 есть. 5 есть. Это очень важный бросок. И есть двойка на той стороне доски. Вот такая простая. Это он просто с мягчением шашек на самом деле сыграл двойку. Ну да, да. Это мы уже привыкаем. Как это правильно сказать? Такие элементы форса. Да. Не скрою, я сам часто прибегаю к таким перемещениям. Они просто красиво смотрятся. Понятны оппоненту. Несложные. 2-2. 2-2. Теперь из двухпойнтового прайма, из двухпойнтовой блокады желтые не могут выйти. Видите, 2-2 даже не могут перескочить выйти. По-прежнему под атакой. Это не есть хорошо. Это совсем не хорошо для Мгера. Идеально было бы для Мгера каким-то образом подбить эту шашку. Ну что делать? Надо выходить навстречу. Похоже, их надо тащить сюда вниз. Пытаясь хоть как-то сдержать эту шашку. Если будут цифры, которые следующим броском сделает Алексей. 4-2 или 1. А других вариантов-то не было. Ну не затаскивать же вот эту вот одиночно стоящую. Нету ни 4, ни 2, ни 1. А очень хорошая 6-3. Шашка убежала из возможных там препятствий. Все миновало. Ну и сейчас желтые безболезненно, как мы говорим, займутся достройкой дома. Замуровыванием двух отставших зеленых шашек, которые стоят в самом дальнем. Это 24-е поле. Вот взяли в доме очередной пункт. Замуровали две шашки, которые в 24-м. Несмертельно пока. Зеленый потихонечку построит свой дом. И обратите внимание, от чего зависит эта позиция. Если у зеленых удастся сохранить дом, то, возможно, желтый, открывшись, как в прошлой партии, случайно, непожелание, будет какая-то беда. Если дом зеленый по времени не хватит, сломается, тогда уже не так страшно желтым даже быть подбитым. Ну я вот сейчас как раз вспоминаю ситуацию, которая очень похожа была у нас в первой партии. Да, да, да. Но там были сбитые шашки. Это немножко отличается от того, что они стоят в одном поле. Я согласен, что там были сбитые шашки. Это гораздо легче для желтого цвета, безусловно. При всем при этом... Опять перевес у желтых факт остается. Да, перевес у желтых. Вновь задумался Джагарян. Он чуть-чуть, то, что я вот употребил термин тайминг, он чуть-чуть опережает, как бы... Ему бы лучше еще две шашечки назад сюда вернуть, до дома, чтобы было время не сломать дома, чтобы осталось ходы, чтобы дом не поломать. И вот этот... Сейчас есть очень хороший. Сразу все в доме. Ну, скажем так, если был плохой, не повезло. А это скорее такие броски будут... Их больше таких удачных бросков, чтобы зайти в дом безболезно. Тут не надо ничего ждать. Надо все заводить в дом. Ну, потому что если придет шесть, допустим, там... Да нет, вот это непонятно. Вот это непонятно. Алексей просто хочет выиграть время, чтобы Мгер дом сломал. Это не является здесь задачей. Просто хотел сначала... Пять-пять. Ну, сломал. Ну, вот чуть-чуть конструкция стала похуже. Видите, если бы завел один-один сразу, было бы там хорошее скопление шашек на больших номерах на шесть, пять, четыре. Легче было бы разбирать. Вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста. Это ошибка. Это уже вина Алексея. Тут нельзя винить Зары. Ой-ой-ой. Не повезло Мгеру. Два номера было хороших. В прошлом гейме ему была единственная тройка, он ее кинул. А здесь и четыре, и пять, но не повезло. Ну, судьба... Не каждый раз. Да. Хотя должно было наказать Алексея за один-один, который он не воспользовался. Взял паузу перед важным броском, опять же. Ну, вот теперь один-один, я думаю, он все снимет на четвертое поле, наконец. Уже теперь не применит воспользоваться таким удачным броском. Ну, все, желтый продолжает безболезненно выбрасывать. Может быть, даже удастся подбить шашку скучайным образом, как сейчас. Да, вот он это и сделал. Правда, сейчас два крупных нежелательно. А вот для Алексея, потому что может открыться шашка. Это не два крупных, это не самые крупные. Пять-три без боли выбрасывают, да, то есть не открываясь, как мы говорим. Опять, вот сейчас опять возможны Марсы. Алексей старается что-то бросить хорошее. Марсы возможны, если сейчас... О, нет, уже невозможно. После этого 6-6 невозможно. Зеленые успевают зайти в дом и выбросить одну шашку минимум, а это уже не Марс. На самом деле выбросит чуть больше, чем одну. Но это не принципиально. Можно зафиксировать счет в матче 2-2. После этого гейма. Простая. Игроки признали, что нет Марса. Простая победа с желтыми. Счет матча 2-2. Достаточно быстро сыграно два гейма. Смотрим третий гейм. Ну что, зрелищ-то мне нравится? Абсолютно, абсолютно. Мне очень нравится. Темп такой. И если судьба была неблагосклонна к Алексею в первой партии с этой... С этим открытым... Да, здесь было похоже, что вновь он может получить за такой легкий авантюризм. Но, видите как. Посмотрим, будет ли продолжать эрик. Я думаю, будет. При малейшем дебютном перевесе он будет удваивать. Кстати, еще я обратил внимание. Обе партии, мне кажется, должны быть нашим телезрителям очень близки тем, кто играет в короткий нард. Они очень понятны были. Очень привычны. Вот ровно всеми чертами, за что мы любим короткий нард, эти партии обладали динамикой, возможностью выиграть Марс, возможностью проиграть, будучи близким к победе с Марсом. Так было в первом гейме. Очень наглядной, показательной партии. Это прямо лицо коротких нард было две партии. Так, ну что ж, здесь уже не так хорошо у желтых. Зеленые зафиксировались. Видите, наверху две шашки. Это барпойнт. Да, вышли из дома. Да, это одно из важных полей барпойнт. Желтые развивают шашки. В самом разгаре дебют. Я бы так сказал, дебют в самом разгаре. Ну что, зеленым надо тоже спускать шашки с миддлпойнта, с 13-го поля. И, видимо, полностью 2-1 играть, потому что другой единицы хороший нет. Против двух раздвинутых шашек надо спускать с 13-го. Да, Гер это видит, и ей же сыграет единицу. Да. Это и лучший ход, и позиционно он смотрится. Есть возможность ударов. Повезло, скатился. Скатился зарик, 6-3 достает. Вопрос, какую бить. Вопрос, какую бить. Неудачное решение. Они не сильно отличаются. Не сильно отличаются. Но программа, вот я успел посмотреть, показывала бить соседнюю шашку. Ну и тот, и другой. Ход практически в одной цене по своей силе. 2-5. 2-5. Для зеленых. Можно либо бежать, либо строить седьмой пункт. Либо закрывать седьмое поле. Мгер выбрал побег. Мгер выбрал побег. Оба хода хороши. Это такое вот видение стратегической партии демонстрирует Мгер. Программа практически не сильно отличается. Показывала немножко другую историю. Другую перспективу взятия здесь с барпойнтом. Ну что ж. Тем интереснее будет смотреть. Две шашки поднимает на борт Мгер. 1-3 было удачной. 2-2. Обе вперед. Либо взять четвертое поле. Надо подумать. Алексею это ответственное решение. Ну он так и решил. Взять четвертое поле. И тем самым посмотрите, как удачно. Ну на самом деле для той оставшей шашки это не самая большая проблема. А вот продвинуть эти две желтые вперед было бы посильнее гораздо. И программа это показывает ошибка. Потому что они сейчас под потенциальной блокадой. Видите две шашки желтые в доме зеленых. В 23-м пункте они под потенциальной блокадой. Но удачный 5-3. Троечку находим там безопасно. Можем сыграть, я вижу, на той части доски. С 11-го в 8-е. Убрать из-под боя. Из-под обратных ударов, как мы говорим. Вот так именно, да. Но Алексей ищет пути очень агрессивного розыгрыша, которые будут максимизировать шансы на Марс. Ровно поэтому он играет вот таким образом. Не лучшее решение, но очень активное. То есть все шашки на поле работают. 6-4. Это антиджокер. В два поля Гер не смог зарядиться. Сейчас очень близко к решению кубу. Алексей, наверное, покажет. Нет, удержался. Молодец. Потому что программа тоже считает это рано. Да, рановато. Вот та одинокая шашка, она на самом деле больше угроз составляет для желтых, чем добычу. Вот это хорошо. Выходим из-под давления зеленого дома. Ну, а теперь 3-2. Безусловно, здесь эту шашку надо бить. Нельзя давать ей выйти, как я вам говорил. Против одинокой оставшей шашки надо играть агрессивно. В данном случае с зеленым. Леша, теперь не повезло. Не смог в два поля зарядиться. Сейчас зеленые, скорее всего, возьмут. Так и есть. Да, закрыли. Да, и вот здесь. Четвертое поле. А вот единичку-то где играть? Только в доме. Здесь очень много обратных ударов. Молодец, Мгер. Это правильно. 3-6 за спину. Очень удачный бросок. Если 6-5 предыдущий Алексей не мог зарядиться, то сейчас 3-6 сразу выбегаем из дома и даем только четверки. Примыли в наборе. О, они в наборе. Есть четверка и не одна. В двойном наборе. В четверном. Да, это 4 четверки. Похоже, есть где все это сыграть. Этот бросок не может быть плохим. Мгер сейчас только должен разобраться, какие ходы наилучшие с его точки зрения на доске. И две шашки сюда. Так, да. Это, наверное, лучший ход. Так и есть. Вот теперь проблема 3-5. А, 3-4. Тоже удачный бросок. Мгеру нужно либо 2, либо 1. Обязательно. 6-5 тоже издалека. Из-за угла. Да, из-за угла. Из-за угла ударил. И вот сейчас уже тяжело. Опять 6-5. Вот сейчас, возможно, кубы зелеными. Как-то Мгер даже не задумался над этим. Очень сильная атака. На этой стороне доски 12 шашек из 15 у Мгера. И здесь можно провести блиц-атаку. Алексей зарядился. Но пока это лучшее из худших. Не совсем я верно выразился. Лучше из худших было бы сбить 3-5. Вот теперь... По-моему, очень удачный. Леша играет, конечно же, сейчас, конечно же, исходя из того поражения, которое он получил. Здесь не было тейка. У зеленых угрожающая позиция на этой стороне доски. Вы видите, Прайм практически Мгер выстроил. Сейчас либо единичка, либо атака. Конечно, есть нескладные броски. Ну вот, если он увидит сейчас... Нет, нет, нет. Сверху 6-3 берет Прайм. Смотрите, сейчас Мгер увидит этот ход. Но вопрос, лучше ли он. Он, видите, с 18-го. Ну да, да, да. 6-3 как раз закрывает Прайм. Но там и зеленую шашку могут отжать. Там и зеленую шашку могут отжать. Либо все-таки пробивать. И тогда играть 10-7. То есть поддерживать тот пункт пока целый. И открывать шестое поле? Нет, нет, нет. Нет, тройка есть, самая левая шашечка внизу. Она на 10-м поле. Атаковать шестеркой с 9-го, как сначала хотел Мгер. Просто бить желтую шашку с шестеркой. А троечку подтягивать левой шашкой. Ближе к дому. Шестерку, повторю, пробить. Вот так пробиваем. А тройку, вот отставшая шашка, вот подтянуть к дому. Вот так. И максимальное давление, чтобы создать полный Прайм, полную блокаду. К сожалению, для Алексея тройка не пришла, есть двойка. Пятерка, по сути, единственная. И сейчас уже либо четыре, либо два закрывает полностью блокаду. Есть четыре и спасительная пятерка. Пятерка, чтобы наконец разбежаться теми шашками. Но борьба не закончилась. Если желтым сейчас удастся бросить единицу и что-то взять в доме, есть такой бросок, единица и закрываем пятый пункт. И попытаться сейчас в надежде, что зеленые не зарядятся, создать точно такую же тюрьму, скажем так, или блокаду против двух зеленых шашек уже, побив предварительно вторую. Четыре надо брать. Так, что-то Алексей рассматривает другие варианты. Нет, понимает, что этот ход точно надо сделать. Нельзя ни одной лишней шашки пускать на эту часть доски, чтобы не было дополнительного материала. Ну и одну из двух надо закрывать. И брать пятый пункт, другого нет. Он сейчас это увидит. Брать пятый пункт. Ни одну из двух, а именно вон пятый пункт. С девятого поля вот эту. И надеется, что зеленые протанцуют, не зарядятся. Посмотрим. Есть. И шестерка очень удачная. Сюда приходит шашка, еще и бьет вторую желтую. Правда, остались проблемы там. Но если Алексей не зарядится, зарядился. И шикарная шестерка. Берем третий пункт. И зеленые теперь упираются в необходимость найти пятерку. Обязательно бросить. Иначе что-то здесь будут проблемы. Все, они по-другому решили. 6-6 тут вообще решается. По-другому проблемы решили с другой стороны. Такой арт-подготовкой. Но сейчас обратите внимание. Есть где-то 2-3 броска у зеленых, чтобы бросить пятерку. Первый уже плохой. Не хватает дистанции. Далеко, далеко. Раз, два. И придется открывать шестое поле. Но у желтых, к сожалению, для желтых две сбитые шашки надо оживлять, а не одну. Ой-ой-ой. Это что-то. Вот я же сказал, этот сегодняшний матч, это красота этой игры. Красота этой игры. Сейчас мы увидим куб по четыре сразу. Вопрос, был ли он? Может быть, там была игра на улучшение, на Марс. Но в таком запале игроки даже не будут рассматривать. Но похоже, что шашка одна и могла прорваться. Наверное, скорее всего, куб был. Ну, шаш пришел, конечно. Но моментально Алексей даже не рассматривал над этим. Смотрите, что за игры мы видим. Каждая партия минимум с кубом. Игроки даже забыли. Да, они уже вошли в запал борьбы. Враж, враж такой игровой. Не хочу сказать слово азарт. Или в спортивном, в хорошем смысле этого слова, спортивный азарт. Опять Алексей разыграл дебют, который мы называем сейчас пока, я временно, а-ля Константин Пучков. 4-1. Спускаем голую шашку в доме 6-4. Но обратно удар появился. Мьер бросил четверку. Пошли бить. Сбиваться шашки. Игра предстоит опять очень рок-н-ролльной. Будут удары с двух сторон, наверное. Очередная 6-5. Пуск шашки. Это правильно. Против одной шашки играем агрессивно отставшей. Ну, что делать зеленым? Это коварная 2-1. Подсмотрим программу. Видите, она стрелочкой показывает левому верхнему углу телезрителей. 6-4. Бить в доме. Вот этот пассивный ход программы тоже рассматривает. Но не приветствует. 5-2. Берем. Не-не-не. Что такое? Наверное, надо было взять. Почему? Почему не закрыл? Неплохой ход. Я не успеваю, честно скажу, подумать. Но, скорее всего, надо было брать четвертое поле. Здесь и так неплохо. Четыре шашки. Ну, конечно. Я имел в виду, что надо закрывать его. Ну, Алексей подумал перейти в обратную игру. Пускай меня там бьют. Я здесь настрою много пунктов. Что он сейчас и делает. Смотрите, идея желтых. Наверху не боимся подставлять шашки. Видите, там две открытых. А в доме зеленых начинаем выстраивать различные... В доме зеленых желтых больше, чем зеленых. Это да. Пока пора до 5-5. То начинаем выстраивать различные пункты. Еще один пункт. Еще подставляем шашку. Это классическая обратная игра. Поясню для телезрителей. Обратная игра, когда очень много шашек. Если я играю на первообратную игру, очень много шашек моего цвета в доме у оппонента. Как сейчас у Алексея. Видите, уже семь шашек в доме у оппонента. И старается загнать еще туда, чтобы максимально устанавливать игру на финальной стадии гейма. Когда зеленым придется как-то заходить в дом. Посыпется ситуации очень много с открытыми зелеными шашками. Поскольку много блокируется полей с желтыми шашками. И начнется движение назад. Желтые будут бить по зеленым. И постепенно, как в спирали, раскручивать назад свои шашки. Это очень небыстрый гейм. Боюсь, что он продлится минут 15. Дам такой прогноз. Видите, что Алексей демонстрирует. Вот здесь сейчас вопрос знания теории обратной игры. Не постесняюсь сказать, что российские спортсмены, не постесняюсь этого сказать, гораздо сильнее, мы только это сегодня обсуждали, владеют этим оружием обратной игры, мы это называем российское оружие, чем западные признанные международные мастера этой игры. Это нам более знакомо. Мы очень хорошо, очень много игроков владеют техникой обратной игры в совершенстве. Алексей, скажу так, один из лучших в понимании обратной игры. Здесь очень сложные решения, и сейчас мы сразу могу сказать, пиар очень серьезно пошатнется. Скорее всего, у обоих игроков здесь посыпятся ошибки, значительные или не очень, с двух сторон. И пиар здесь нам не будет играть такую роль, на которую мы смотрим в классическом течении гейма. Посмотрите, у желтых все больше шашек на этой части доски, в доме уже их семь, и кругом очень много белых, ой, белых, одиноких шашек, хотел сказать, белых хотел сказать. Одиночных шашек. Очень интересная партия будет. Восьмая шашка, но она зашла-вышла, или Алексей не будет, будет бить. Нет, решил все-таки создавать какие-то пункты. Ну да, да, уже пора какие-то возводить редуты. Я скажу честно, непонятно, пора или не пора. Это очень сложная игра. Тут надо очень многое, что зависит от общего понимания, от интуиции, от взгляда в перспективу развития этого гейма, чтобы понимать, что на моменте важно, а что нет. Не важно, а важно, я бы так сказал. Так, хорошо, смотрим. 2-2. Зеленый. И вот видно, я даже не успеваю посмотреть, но видно по цветам, в которые окрашиваются ходы игроков, и красный, и зеленый очень много. Видите? Сложно находить точный ход. Более того, опять же, вот наше мнение российских мастеров, что программа сама пою, это вообще крайне редкий случай, ни одного пункта в своем доме Алексей не оставил. Даже шестой, обратите внимание. Это полноценная обратная игра, и может быть, партия-то будет вообще последней в этой сессии. Да, я говорю с Пештей Веченом. Я не удивлюсь. Я не удивлюсь. Но смотрите, не стал сейчас сбить Джагарян. Он уже понимает, достаточно здесь желтых. Я вот хочу договорить мысли, что вполне возможно, мы допускаем, вот я говорю, мастера российские, что даже программа не так сильна именно в этом единственном элементе в понимании обратной игры. И как она трактует, тут нельзя считать истинной в последней инстанции. Ну, может быть, поэтому и не играют западные спортсмены обратную игру. Или играют не так хорошо, как российские. Да, потому что компьютер-то... Может, не в ту сторону немножко показывать, скажем так. Вот ребята даже сейчас обсуждают. Наверное, у нас все красное сейчас. Имеется в виду окрас ходов, наверное, все красное. То есть мы играем, как видим, а программа вполне может видеть по-другому. Наверное, у нас сейчас все ходы красные по пиару. Ну, посмотрим, тем не менее. Давайте посмотрим на пиар. Сейчас нам покажут какую-то секундочку. Наверное, сейчас, да? Вот посмотрим правую нюшу. 9 и 7. 9 с чем-то, 7 с чем-то. Ну, понятно, что это не класс мастерства данных конкретных игроков. Это вот именно эта партия существенно снижает им пиар, поскольку программа ведет свои решения, свои варианты выбора ходов. Но здесь пиар сейчас это уже... 25-й день. Абсолютно. Просто я, к слову, хотел сказать и убедиться, что действительно сейчас так и есть. Ну, давайте вернемся к течению партии. Алексей реально практически все шашки собирает на эту сторону доски. Как сказал Варданян во время комментариев прошлый понедельник, он сказал, компьютер не кормит. Да. Компьютер не платит. Компьютер не платит. Ну, ему видится вот так и все. Да. Так, ну что ж, на той стороне доски, где Алексей, только три шашки, ни одного полноценного пункта. Посмотрим, как зеленые будут преодолевать теперь блокаду из желтых пунктов у себя в доме. Посмотрите, что там творится. Пятый, четвертый, третий пункты заняты. Еще туда отправляет шашки Алексей в надежде, что их собьют. Ну, вот сейчас удара нет и, наверное, не будет. Наверное, не будет. Я говорю, это очень долгий гейм, это я сейчас не шутил серьезно. Видите, сколько еще красных цветов. За оба цвета, причем за желтый, за зеленый. То есть оба игрока играют, как они видят. И это точно не будет совпадать с мнением компьютера в большинстве случаев. 2-2. Можно не ударять ничего, не бить. Вот два здесь сыграно. Давайте постараюсь немножечко прокомментировать все-таки действительно идеологию обратной игры. Цель желтых расположиться максимально блокадно на этой части доски. И дальше постепенно, когда зеленых будет на этой части доски практически все шашки, начинать сбивать зеленые, поскольку они вынуждены будут открываться. Мы это увидим. И дальше потихонечку двигаться таким вот полублокадой, блокадой против часовой стрелки в сторону своего дома. Я знаю, что хотел бы сказать. Вот сейчас был момент, когда Джагарян мог бить. Он сознательно не стал бить. И сейчас уже самое. Потому что, да. Именно по этой причине. Да, потому что насыщать перь и так уже насыщенную зону желтыми, да, у себя в зоне. Здесь игра в тайминг. То есть у кого больше времени, кто отстает, тому лучше. Тот самый случай. Пока вроде как зеленые ближе к дому у них. Но как туда попасть? Да, вот совершенно верно, Григорий. Как туда попасть? А желтые планируют, я сейчас договорю, сбивать желтых, зеленых потихонечку строить свой дом заново, с нуля. Есть над чем подумать. Алексей действительно в позе очень серьезно рассуждающего человека. И так и есть. Он сейчас действительно очень серьезно оценивает стратегию дальнейшего. Сейчас бить, не бить. Не стал бить. Да, не нужно. Эта шашка за спиной там не страшна. Надо потихонечку сейчас туда подтянуть какие-то шашечки. Все-таки взять шестой и пятый пункт в своем доме. Когда зеленые все уже здесь, что-то наподобие дома уже должно быть. Это шестой и пятый пункт. Максимально сейчас. Не понимаю, я честно скажу. Хороший кот, не хороший. Мне кажется, не очень хороший. Я бы тянул шашки туда. Поскольку зеленые здесь будут еще мучиться. 3-1. Первый гер не знает, бить, не бить. Можно же сыграть просто. Один зарядиться и потом тройку, ничего не бив. Вот так вот, как он сыграл. Да, вот я так и думал, что он так сыграет. Исходя из той тактики, которую он сбрал. И это ошибка, видите? А это ошибка красный цвет. Здесь очень тяжело понять не как играть, а понять, что знает компьютер про эту игру и почему он считает, что это неправильно. Не знает он ничего этот компьютер. Про обратный нарды. Очень веселая партия у нас. Ничего не знает. Я думаю, всем весело, и телезрителям в том числе, кроме двух людей, которые мы сейчас видим в студии, которые напряженно сейчас пытаются найти пути к победе. Что там, 6-6? 6-6, да. Разбирает седьмой пункт. Гер считает, что самое время. 5-2. Вот то, к чему стремились желтые, вот первое начинать бить открывающиеся шашки, но дома пока нет. И поэтому Алексей не бьет, хочет наконец уже построить то, что я сказал минуту назад, хотя бы 6-й и 5-й пункт взять в своем доме, чтобы потихонечку уже было что-то подобие дома, и тогда начинать бить. Главное не опоздать на самом деле. Ну да, это вполне закономерный ход. Вот сейчас опять альтернатива бить или не бить. Пока не, считает, что рано. Будут шансы потом бить, сейчас надо построить дом. 4-3, эта шашка не может двинуться, одиночная, наверное, единственный ход. Срочно строим дом с 13-го в 6-е, да. Вот сейчас, как только возьмут 6-й пункт в своем доме, желтый, уже будет 3 взятых поля в доме, и вот уже будет важный момент, важный момент, что будет получаться. Вот сейчас уже, наверное, эту шашку, если удастся побить одновременно со взятием 6-го поля, 5-й, а взять, побить уже не можем. Ну что же, огромные проблемы у зеленых при входе в дом. Вот 3 оставшиеся шашки снаружи испытывают проблемы. Посмотрим, какие номера заходит в дом, только двойки и шестерки. 5-3 не работает, а 5-3 у желтых, извиняюсь. 5-3 у желтых, да. Ну ничего, они сейчас подтянут шашки к дому максимально быстро. А зеленые, я повторю, могут зайти в дом только шестерки и двойки. Все остальное не работает. Пока 4-3. Ну это не страшно для зеленых, они не играют. В желтым надо что-то открыть. Но сначала надо дом достроить, 6-3 неудачный. Не удается положить даже одиночную шашку в четвертый пункт в своем доме, чтобы начать его наполовину застраивать даже. Алексей думает, может быть что-то в доме у Мгера что-то открыть уже, начать его запускать. Но рановато. Рановато, надо просто завести обе шашки на шестое поле. Но здесь есть одна опасность открыть, потому что в отличие от тех нард, которые играют. Да, я знаю, что вы сейчас хотите сказать. Зеленые могут ударить и пробежать. Ударить и перейти, да. Но не так много таких бросков, но все-таки лучше подождать. Надо и компьютер показывает обе шашки занести в дом на шестое поле. Ответственное решение. Партия действительно уже уходит. Вообще вся серия, по-моему, выходит за экватор. То есть уже больше половины времени сыграно. Очень тяжелый третий гейм. Вот Алексей этот ход рассматривает. Что там по времени у играющих, у наших спортсменов? Минута 40. На минуту 40. Приблизительно минуты 50 на минуту 40. Одинаково. Все-таки решил открыть прямо сейчас. Программа не рекомендует бить, как мы говорим, терпеть. Терпеть и ждать удачных бросков для входа в дом. Опять не очень хорошо для желтых, что не можем начать строить четвертое поле в доме. Сейчас надо убрать эту шашку одиночную, чтобы не было тех самых ударов на проходе. Что Алексей делает? Это очень точный ход. Очень точный ход, чтобы не было бросков 1-4, 1-5 хороших. 5-2. Ну вот единственная двойка. Вот теперь тот самый момент, с которого обратная игра приводит к раскручиванию. Тут уже не бить нельзя. К раскручиванию пружины. Надо попасть. Но это еще надо. Есть попадание. Есть взятие второго пункта. Либо седьмого. Алексей может выбрать. Либо взять второй пункт. Раз-два. Видите? Либо мог взять седьмой. Он сейчас это увидит, вернет. Вот теперь будет охота за этой шашкой, как в первой партии им герб поймал одну шашку. Но очень много работы еще у желтых. Поскольку четвертое поле, о котором я так долго говорил, не удалось желтым взять. И вот сейчас именно через это поле зеленые попытаются прорваться. Сейчас бьют 7 очков в единице. 3-2 точно не бьет. И одиночная шашка зеленых. Следующим ходом. Вот сейчас надо четвертое поле. Следующим ходом может существенно продвинуться. И еще может даже попасть. 7 или 9. 7 или 10. Не попало. Выжидаем. Я как бы замгера сейчас. 3-2 опять неудачно. К сожалению, нельзя брать последнюю шашку. Поскольку мы сзади. Желательно там стоять. Но нету хорошей тройки. Двойки хорошей нет. И в доме нечем играть. Там надо все заморозить, чтобы взять четвертый пункт. Приближаться к зеленой плохо. Разве что. А, вот так. А я бы, я думал, что вот с третьего поля 2 и 3. Ну вот Алексей нашел лучший ход. Нет, нет. С третьего поля в доме ничего ломать нельзя. А в этом поле зеленый. Вот 6-1 угадал, Алексей. Точно затормозил зеленую шашку. Теперь нужно единичка или 7 или 8 очков. 7-8 или 1. Ни то, ни другое, ни третье. Не складывается. Так долго играет эту партию, я даже забыл. Да, куб в середине. Никто не решался его объявлять. Нет, нет, никто не объявлял. А вот сейчас уже очень близко к удвоению. Поскольку желтые шашки очень близко к странам. Мне кажется, здесь было удвоение. Да, удвоение было. Удвоение. Выскочило. А теперь уже удвоение поздно. Здесь будет пас. Гер вздохнул, что такую сложную партию, как перевал, удалось преодолеть. Это уже пас. Это уже пас. Пропустил даже Гер, говорит, слух, как мы слышим. Конечно, с того 12-го поля нужно было показывать очень много бросков. Я вообще хочу сказать, что при всем при том, что мы видели огромное количество интереснейших партий в течение... Турнир, это первая обратная игра. Это первая обратная игра. За весь турнир. Да. Полноценная причем. Абсолютно. И эта игра, вот конкретно вот эта партия, я бы ее вообще вынес, наверное... В особую... Да, за скобки. Потом будем ее, может быть, вспоминать, рассматривать. За скобки. Именно точно очень сформулировали, Григорий. Ну что ж, теперь у зеленых неплохой дебют. Четыре поля подряд. Небольшая блокада на этой части доски. 2-1. Отлично. Берем якорь. Не самый продвинутый, но из тех, которые есть, второй. Как говорится, по стоимости. Потому что первый, это четвертый пункт. И вот на третьем Алексей зафиксировался. Ну, на той стороне доски тоже взят пятый пункт. 4-3 не очень хорошо. 4-3 не очень хорошо. Непонятно, надо ли атаковать. Я думаю, нет. Можно спокойно сыграть. Ну да, вот так и сыграло с Курава, как и Джигарян. Ждем, так скажем, чего-то лучшего. 4-4 очень хороший. Еще берем пункт девятый. И дальше в дом несем шашку. Совершенно верно. Да-да-да. Уже очень хороший прайм из пяти подряд. Неплохо. Ну, что делать с двумя оставшими шашками? Это большая проблема. Может быть, даже сейчас есть удвоение. Как ни странно. Желтые пытаются выиграть максимальное время для того, чтобы найти единички. Бросить единичку, чтобы выползти за этот... Ой, отличный удар. А, 4-2, я думаю. 4-2, прекрасно. Тоже хорошо. Прекрасно. Ой, единица важна здесь сыграть. Но как, нету времени. Зеленые же не сбиты. Придется там, на той стороне доски, прятать все голые шашки. 13-7 и 8-7. Все на один пункт, на барпойнт. И подставить пятерку, но полетит тут же удвоение, которое, мне кажется, Гер пропустил. А может быть, и не было момента. Он все время был под боем. Ой-ой-ой. Это что за тейк такой? Может быть, он и осмыслен, но я не вижу смысла в этом тейке. Да, Алексей играет, конечно, очень отчаянно, скажу так. Не точно, как следствие отчаянной игры, попытки зацепиться за каждый гейм. Можно выводить обе, можно одну оставить. Это практически в одной цене. Не принципиально. Я решил одну оставить. Да. Попытаться еще одну шашку, если получится. Дождаться, что желтый, может быть, откроет одну шашку, но нет на это времени. Уже следующим ходом, мы сейчас надо уходить оттуда. Уже уходим. Так, это пять. И оттуда четыре. Или оттуда, или за спину в своем доме. Нет, просто есть бросок один-один следующий. Если он не выйдет, есть бросок один-один, и негде его сыграть. Придется поломать блокаду. Обратили внимание? Не уместится один-один. Два-два не уместилось бы. Да, здесь такой замок висит. Но очень часто, не очень часто, иногда эта партия может закончиться победой желтых. Победа желтых. Пока погонки приблизительно равны, участники или нет. А скоро вот даже впереди, 78 на 100, как показывает компьютер состояние гонки. Поэтому, если сейчас зеленым не удастся хорошенько зайти в дом, я имею в виду, не быстро. Это 6-6 помогает погонку. Ну, сейчас, например, 5-5 или 5-4 существенно осложнит жизнь. 4-3 плохой. Но пока терпим там. Хочется выйти каким-то дуплем, но где его найти? Да. 4-2, один ход в шестое поле. И вот сейчас уже придется, наверное, выходить. Ой, самой худшей редакции. 5 и дальше нет хода. Худший редакции. Сейчас в любом случае последует удар по третьему полю, поскольку у желтых нет дома. Или вот так, план Б, сразу выбрасываем. Да, 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 вот так. Конечно, выбрасываем здесь желтых. Зеленым не надо бояться троек. У них много. Не надо бояться единиц, не надо бояться пятерок. Они просто выбрасывают шашки. Желтые даже не дождутся ситуации, когда зеленый откроется. Танцуют. Вот сейчас может что-то открыться. Вот, нет, 5-3, все сыгрывается. Да. Но еще желтые, если сейчас скинуть 5-5. А 5-6-4. Да, если бы кинули 5-5, появились бы шансы погонки. Вот открылись. Вот есть шанс. Есть шанс. Есть шанс попасть в шестерку. 5-1 или 3-3. Вот такие вот есть варианты. Прямая шестерка. 5-1, 3-3. 3-4 рядом. Решил остаться. Да, рисковать так до конца. 2-6. Ничего не открывается. Две шашки выбрасываются. Уже надо убегать от случайных марсов. Вот что Алексей делает. Зеленый спокойно доигрывает. Марсов уже нет. Ну, два очка в копилку Мгера. Два очка в копилку Мгера. Счет, по-моему, сейчас был 3-2. 3-2, да. Сейчас, соответственно, похоже на... Не похоже на 5-2. Признает Алексей. Ну, а что тут? Да. А, 4-3 был счет. А, Алексей выиграл подряд. 4-3 ввел. Сейчас будет 4-5. 5-4 в пользу Мгера. Правильно я понимаю? Или я что-то ошибся? Счет они выставили уже? Вот. Нет, нет. Вот сейчас. Вот 5-4. Все правильно. Был счет... А, я сказал 3-2. Да, а счет был 3-4, если от Мгера считать. Или 4-3 в пользу Алексея. Ну, что же. Равный счет. Боевая игра. Но могли разбежаться по счету в первых двух-трех партиях. В любую сторону могли быть и Марсы, и так далее. Так что сбалансировано получился результат. Желтые начали. 5-3 классически. Взяли третье поле. Ответ достойный. 4-4. Шикарный. Один из лучших ответных первых ходов за второй цвет. Которые вторыми начинают. Это 4-4. 2-2 тоже хорошо. 6-4 уже такой бросок. Надо брать второй пункт. Лучшего нет. Заспуни закрывать. 4-3. 4-3 за желтых. Нет спокойных ходов. Можно просто завести дом. Все остальное. Ну, вот напрасно это беготня раньше времени. Алексей эти позиции знает. Вот я не понимаю, почему он так что-то влияет на него. Так не играют эти позиции. 4-2. Удачно для желтых. Нет ни удара, ни хорошего хода даже не видно. Кроме единственного варианта взять четвертый пункт. Все остальное будет очень плохо. Герр найдет этот ход, наверное, да, поставив только прямую пятерку. Ну, не страшно. Там на той стороне доски в доме желтых он имеет пятый пункт. Ну, здесь и нет прямой пятерки. Ну, не попали желтые. Да. Была, но просто не попали. 6-1 хороший. Мы переключаемся на седьмой пункт. Вот сейчас уже желтым нужна пятерка не чтобы сбить, а просто удрать оттуда. Опять нету. Ну, на той стороне доски есть возможность взять десятый пункт, что Алексей сделал. Здесь, возможно, атака. Ударить и пробежаться. Ударить и пробежаться. Либо оставить шашку. Можно, кстати, не бояться пробежаться. Это первое, что приходит в голову. Герр решил не бить. Можно было ударить и оставить эту шашку, поскольку на той стороне доски. Просто Геру сейчас лень посчитать гонку. Если бы он посчитал гонку, то, я думаю, по гонке, мне кажется, чисто визуально он сзади. Поэтому надо было бить. Очень хороший. И пятый пункт взяли. И зарядились. И шашку сбили. Это джокер, стопроцентный джокер. Один шесть. Хорошо, что зарядились, но шестерки не очень хорошие. Ну что ж, опять у зеленых сейчас, несмотря на то, что три шашки сзади, лучше, поскольку они здесь делают очень неприятную блокаду. Что там пять-три? Да, очень. Надо выйти дальней шашкой. Тут другого хода нет. Это легкий ход. Что это здесь делает? Герр, что-то нашел другое какое-то решение. Мне кажется, надо прорваться дальней шашкой. Все равно ей придется делать рано или поздно. Надо делать прямо сейчас. До конца ей надо было бежать. Там возьму... Ой, двойка хорошая, сразу вижу. Ой-ой-ой, видимо, она с пятеркой. Точно. Вот. Это не на руку. И еще шесть. И вот теперь куб. Очень неудачный антиджокер. Не зарядился. И Алексей уже получил перевес и выиграет эту партию. Пять-пять. Опять что-то рядом с ничьей. Но еще время есть на минимум один гейм. Я думаю, хорошая партия. Хорошая партия, да, ребята. Обсуждают между собой хорошие партии. Конечно, хорошие. Нам нравится. Ну да, контровая. Контровая, как они называют. Это верно. Похоже, что эта партия будет последней. Поэтому контровая. Пять-один не лучшее начало. Но зато первыми начали желтые. Самое противное начало. Зато шесть очков. Пять-два не хороший ответ. Так, очередной гейм. Опять про часы забыли. Да. Забывают поставить серединку часы ровно. Ну ладно. Шесть-пять это хороший. А, шесть-четыре. Шесть-четыре тоже. Неплохой шесть-пять был бы получше. Да, второе поле взяли. Шесть-четыре здесь. Здесь надо брать на той стороне доски. Либо бить, что выберет. На той стороне доски это всегда важный пункт. Он точно получше этот ход, чем бить. Бить тоже неплохо. Не огромная разница. Но я предпочитаю, допустим, позиционный ход на той стороне доски взять барпоинт. Пять-пять. Вот сразу у бумпа удар. Еще удар. Вот следствия такие случайные джокеры. Зато сразу сейчас, если не будет единицы, будет удвоение. А, вот теперь не знаю. Пять-четыре. Все равно удвоение. Все равно удвоение. Моментальное взятие удвоения. Игроки даже не задумываются. Хочется играть агрессивно, быстро. Алексею Гер не отказывает ему в удовольствии принять этот куб. Четыре-два. Вот это мне не понравилось, как Алексей сыграл этот ход. Надо было накрывать восьмой пункт. У него же была пятерка. Он зачем-то закрыл пятый пункт, никому не нужную пустую шашку. А оставил открытую восьмую. Подвинул ее. Вот ее сейчас избили. Я не понял, зачем было брать этот куб. Нервы, нервы, нервы. Нервы, нервы. Торопятся игроки. Причем, я не понимаю. Время достаточно. На каждый гейм отводится три минуты собственного игрового времени. Этого достаточно, чтобы задуматься. Но, тем не менее. Пять-два. Это Умгера, по-моему, да? Да, это Умгера. И он закрывает. Да, сомкнут шашки. Уже страшные позади на той части доски для зеленых. Остались проблемы подтягивания шашек к дому. Желтые. Шесть-пять. Ну что, надо... Нет, нет, нет. Вот это открытая игра. Алексей Сторонник сегодня открытый, без компромиссной борьбы по шансам, как говорится, ударили, не ударили, обратно удары. Программа показывала просто пробежать из дальнего поля 24-го суда на мидл-пойнт. Не вскрывать только шашек. Умгера ответственное решение. Принимает, что сейчас зеленые и желтые подобьют. Дом-то у желтых сильный. Но нужна пятерка. Одну шашку зарядили. Это не сложно было. А вот пятерку не повезло. Сейчас зеленые могут этим воспользоваться, подстроить дом. Придется бить еще раз. Закрывать пятое поле и бить в третье, видимо, так. Если я сейчас быстренько только удел меркам запомнить доску. Да, и то я угадал. Закрывать пятое поле и бить в третьем. Продолжать атаку. В надежде, что не подобьют желтые. Потому что только один номер, тройка, будет бить. Все, что в сумме, уже не будет работать. С восьмого поля тройку закрываем пятое поле. И с того же восьмого поля... Ну, понятно. С восьмого поля закрываем пятое. И с того же восьмого поля бьем в третьем поле. Продолжаем атаку, другими словами. А что другое, спрашивается? Все остальное просто похуже. Все остальное похуже. Не удается собрать все шашки. В пункты готовые. Поэтому Мгер находит этот ход. Несложный. Вот сейчас опять важный бросок. Просто была нужна пятерка. А в этот бросок нужна тройка. Ну, как мы уже сказали, текущий гейм последний. Тройки нету. Но неплохое 4-4. В любом случае, Алексей заряжается две шашки. Берет пункт. И еще две четверки можно сыграть по доске. Он отстает по гонке. Но сейчас это 16 очков. Немножечко его подтянут. Надо выйти навстречу тем пяти шашкам. Выйти навстречу. Нельзя разбирать центральное поле. Миддлпойнт. Алексей молодец. Находит этот ход. Одна оставшаяся шашка. Это опять же скорее угроза для зеленых, чем проблема для желтых. 5-2 отлично можно пробить в первом поле. Да, конечно. Другого нету. Другого нету. Другого нет. Совершенно верно. Сейчас желтым очень важно зарядиться в два поля. Либо четыре, либо три. Есть тройка. Единица. Надо зайти в дом. Зайти в дом, чтобы было два строителя, а не один. Ну ладно. Тоже неплохо, но лучше бы зайти в дом, наверное. 5-4. Не удается сыграть без подставления шашки. Есть один ход, но очень неприятный, который не хочется делать. Все поставить на второе поле. Но это две шашки выключить из борьбы. Видим, да? Поэтому Ер решает, ца, на что. Нет, там то он не будет открывать. Там с двух номеров бить. Наверное, придется ему сыграть вот этот вот корявый ход. Либо ударить четверкой в третье поле и только одну шашку умертвить. Сыграв 6-1. Обе шашки очень не хочется. Опять как играть тогда в доме? В доме переносить? Да. На первое поле? Да. И постараться опять проатаковать. Постараться, проатаковав желтую шашку, рассчитывая, что не попадут или вообще протанцуют желтой, подтягивать дальний и накрывать ее. Потому что заглушить, как говорится, из игры во второе поле перевести две шашки, ну, очень не хочется. Ни Мгеру, никому бы то ни было, играющим зеленым цветом здесь, в эту позицию. Но с той стороны разбирать вообще смертельно. Там очень много ударов будет. С той стороны невозможно разобрать шашки, сыграв 5-4. Ну, вот 5. Мгер вынужденно играет этот ход. Второй по силе. 5-5. Вот теперь желтым надо все-таки найти эти четыре пятерки. Придется одну тащить из дома. Она там уже особо роли не играет. Особо роли не играет. Поставить ее на голову этим двум шашкам и одну там завести в дом. Алексей решил оставить. Он тоже две шашки тем самым умертвил. Вот в чем проблема. Но хочет стоять пошире. 6-5. Теперь либо бить в третье поле, либо играть во второе и убивать еще одну шашку. Ну, обратно ударов много. Тройки и потом пятерки. Если будет сбита желтая шашка, то заряжаясь тройкой, я решил терпеть безопасную игру выбору. 5-2. Вот теперь уже Алексей по-прежнему держит ту шашку как сторожа. Для дополнительных ударов и для проблем зеленым. 2-1. Все. Что-то сейчас будет... Ну, один ход. Разбирать обе шашки. Единицу вот так. И поставить только пятерочку. Ой, четверочку оговорился. Либо 6-3 еще в наборе. Не попадает. И вот теперь нечем играть. Вот была в чем идея программы, когда она говорила ставить третью шашку. Важный бросок. 5-4. Вот сейчас уже придется бить в третье поле. Оставляя только одну открытую шашку. Другого нет. Просто нет. Ну, все-таки важно теперь Алексею, будет тройка или нет. Хоть как-то развернуть партию. Танцует. Но еще зеленым надо закрыть ее. Либо двойка, либо единица, либо 6-4. 5-4. Очень плохой бросок. И это значит, что открывается еще одна шашка. Да. Либо 4, либо 3. Но там дома нету желтых. 3 есть. Да. Но зеленый нет проблем сейчас зарядиться в два поля, поскольку... Что это за двойка? Какая-то странная. Что это за двойка? Надо распрямляться. 5, ей же 3. А, 3 можно убрать из-под удара, кстати. Там не нужно выходить. Здесь не нужно вторую шашку назад. И программа это показывает. Это понятно, это верный ход. 5-3 за желтых. Начинаем движение встречных курсов. Желтый к зеленым, зеленый к желтым. Чья возьмет? Нужна двойка или 9 очков. Есть двойка. Тройку вдалеке. А знаете, на что я обратил внимание, Юрий? Когда вот они в этот бокс... Кидают? Кидают. С каким-то желанием. Подкру вот и... Понял, понял. Ладонь, ладонь. Вот так вот. Да, как-то хочется повлиять. Да, как будто мы просто вот сидим и руками бросаем. Да, мне тоже надо бывает. Так хочется каким-то средним мизинцем что-нибудь добавить. Какое-то дополнительное вращение. Вдруг поможет. 6-2. Не смогли зарядиться. У зеленых есть тайминг, темпы. Быстренько прятать шашки и заводить дом. Так еще потрясет Аскура в ладони. Ну, сейчас двойку можно сцепиться вот так. И 5 спустить. Оставив только четверку. Тем более четверку нужна, чтобы зарядиться. Это называется дуплицирование. Но есть и 3, и 4. Шикарный бросок. Шикарный бросок. Погонки практически рядом должны быть. Видели, да, сейчас? Да, да, да. У него есть такое. Погонка практически равная. 80 на 82. Перед этим ходом. Вот, где руку вытягивает. Кисть, как волейболисты, когда блок ставят. Да, или баскетболисты, когда пытаются... Трехочков забросить. Доработать ладонью. 5-5. Очень хороший для желтых. Ускоряющий гонку бросок. А зеленым по-прежнему надо зарядиться. И так уже есть. Сработал прием? Сработал, только дальше там не прошел. Ну как это? 16 очков. И на этом спасибо. Ну да. И зарядился. 3-3. Все в дом. Без проблем. 3-2. А, 3-2. Да. Я не заметил. А вот тут непонятно, как открывается шашка. Безопасных нет. Алексей говорит, безопасных нет. Да, что-то надо открыть. Да. Ну, человеку тяжело найти этот ход, который показывает программа. В доме разгрузить шестое поле. Минимизировать количество. Вот этот ход. Леша видит. Но остановится ли он на нем? Поскольку еще одна отдаленная шашка голая. Но ты меньше всего ударов. Только... Молодец. Нашел. Меньше всего прямых. Только четверки бьют. И 6-6. Извиняюсь. Он считает сейчас удары. А если вот так сыграю, то все тройки и 2-1. Ну, так скажу. Количество бросков, если мы бросим 2 кубика, 2 зарика, чтобы попала тройка на любом из зарика в хотя бы одном, это 11 бросков. А еще 2-1. Это еще 2 броска. 2-1-1-2. Итого 13 ударов. Это для меня это алгебра уже. Ну, я так стараюсь понять. Алексей выбрал 12 ударов. Не угадал. Не угадал. Опять кистевой бросок. Мегер приносит успех. Теперь надо зарядиться Алексею. Он это и делает. Тоже пробежал быстро. Что с гонкой? 62 на 64. Равная гонка бросок зеленых. Будет ли 8 очков? 3-1. 8 очков попадало бы в желтую шашку. Пока нет. Заносим в дом. И надо там подвинуться. Единичку обязательно, чтобы было легче бежать. Есть. И в дом. Да, это корректный ход. Посмотрим, что сейчас тут. Все зависит от зар. Очень. 2-2. Не бьет. Не бьет. Но вопрос, как сыграть. Как ловить убегающую шашку? Гонка 62 на 60. По-прежнему как так получается? 62 на 60 показывает. Да, видимо, туда-сюда. Два в дом до конца. Это не лучший ход. 7 очков оставляем на удар. Надо было спрятать ту шашку. Не достает. Все в доме. Можно переиграть. С 6-го в 4-й. С 6-й во 2-й. Теперь уже у желтых еще шанс прогнать одну шашку к дому. Не удается. И открывается шашка. Открывается. Придется до конца играть. Вот ту шашку, которую потрогал Алексей. Минимизировать удар. Одну очко дать. Да. Только одну. Я имею в виду одну очко, одну и ненитку дать. Шансом попасть. Очень важно. Опять кистевой бросок. Мимо. 4-3. Короткими перебежками. 3. Чтобы не была прямая шестерка и четверку в доме. Не дать прямой номер. Вот сейчас надо для зеленых не подставиться под прямой номер. Это играется. Сумасшедшая игра. Очень. Очень красивый матч. Я таких матчей. Были разные. Не буду забегать. Не буду лукавить. Разные были. Но здесь была шикарная обратная игра. И очень драматическая эта партия. Очень драматическая последняя контровая партия. Хочется кинуть порезче. Но в то же время надо поаккуратней. Вот так поаккуратней. И 6-5. Шикарный бросок. Все. Все в желтый. Раньше в доме. Начинают выбрасывать. Но не все потеряно для зеленых. Четверочный. Троечный. Слышь. Даже вот такая игра. На один. Я так скажу. На один дупль отстают зеленые от желтых. На один дупль. Это не дупль. Шашка сама же заходит и одна выбрасывается. Еще дырочки. 5-3. Это не есть хорошо для зеленых. Желтые играют без дырок. Но пока второе поле светится. И третий светится быть продырявленным. 5-1. Вот тот самый плохая пятерка. Которая на два дупля уже заставляет. Вот та самая двойка. Которая светилась старой. Пока шестерку не удается убрать Алексею. Очень немножечко осталось нам прокомментировать. Зеленые ждут три дупля. Желтые просто быстро выбрасывают сколько можно. Дупля нету. Алексей тоже включил кистевой бросок. Дупль. Но не самый лучший. Одна шашка выбрасывается. Два. И осталось на три броска. Шесть шашек. На один дупль получается. Отстают зеленые. За счет того, что желтые выбрасывали по одному много раз. Или сколько? А. Значит там шашки просто одна на другой стояли. Четыре. Два дупля. То, что я говорил. Все правильно. Просто там шашка на шашке стояла. Все. С каким-то трудом бояться. Ну что же. Алексей выиграл 7-5 сегодня. Хоть какую-то поправку в своем балансе в турнирной таблице. Конечно он лично рассчитывал на лучшее, на большее. Конечно Мгер не рассчитывал давать ни одного очка. Но как получилось, так получилось. Я думаю, что мы сегодня должны быть благодарны обоим игрокам. Да, и вы с удовольствием сейчас, я думаю, допросите в хорошем смысле слова Алексея. Мы его послушаем наконец-то. Да, да. Ну что, я могу сказать, что вот этот матч в какой-то степени. Феерический. Феерический. Если хотите, употреблю такое определение украшения. Определенно. Определенно. Мы вот таких перепадов, что ли, да, игровых, тактических. Драматизма в каждой партии. Да. Не то, чтобы нам не хватало. Его хватало. Мы можем многие матчи вспомнить. Но сегодня вот эта формула, которую себе накрутил Аскурава, что действительно проигрывать больше нельзя. Она была на лицо. Да. И, конечно, судьба к нему в какой-то степени оказалась благосклонной. Несомненно. Несомненно. Это назначено. Он действительно играл очень агрессивно. Были ранние объявления кубов. И была драматическая каждая партия. И та самая игра, которая была... Он через два хода уже куб показал в первой партии. Его было получше в дебюте. Он тут же открывал куб. Да. И вот эта партия обратной игрой была очень поучительна, знаменательна, характерна и выделялась совершенно верно за скобки по ходу всего нашего турнира. Ну и я хочу сказать, что не было у нас вот в этом матче такого, что обычно бывает, да, что один начинает искать контр-игру. Нет, Джагаряна эту перчатку принял абсолютно. Да, прямо поднял перчатку и достойно. Очень красиво было бы это. Ну ладно, дорогие друзья, у нас по традиции, как это бывает, приходит на комментаторскую позицию человек, одержавший победу в этом матче. Нет, тут надо поправить, тут надо поправить немножечко ухо. В телевизионном смысле этого слова. И у нас появился на комментаторской позиции Алексей Аскурава. Алексей, ну вот вообще начало первой партии уже, когда... Вместо плюс четыре получил минус два. Да, вместо плюс четыре получил минус два, но куб объявил уже после третьего хода. Отступать некуда. Да, вот мы сегодня... Позади Преображенская площадь. Да, мы сегодня эту вашу формулу вспоминали по ходу игры. Но я думаю, что... И вот мы с Юрием Акоповым когда говорили, и подводя некий итог, определили, что, конечно, это вот была ярчайшая совершенно партия. Абратные нарды. Абратные это сложно. Да, там, наверное, все ходы были красные, я чувствую, на экстрим. Ну, там много чего было красного. Про пиар можете не спрашивать. Не спрашиваю, не собираюсь спрашивать. Но я хочу сказать, что у вас выражение лица было не менее красное от напряжения. Ей-богу, право, потому что, ну, ощущалось... Приходится играть в открытый хоккей, как говорится. Ну, правильно. Что делать? Минус двадцать четыре получил. Минус двенадцати пиар у обоих. У обоих. У обоих, да. И в тех ситуациях, когда компьютер говорил, удваивать Аскурава, он этого не делал. Удваивать Джагарян, он этого не делал. Ясно. Зато была очень яркая борьба. Я думаю, зрителям должны... Все партии были... Это точно, абсолютно. Все партии были... Я теперь понял, что мне будет очень тяжело догнать, конечно, потому что каждый оппонент это топ. Каждый оппонент это топ-оппонент. И отыграть... Вот сейчас, насколько у меня было минус двадцать четыре, сейчас у меня минус двадцать два, да. Ну, вот как будто бы, как там, на Тур-де-Франс вылетел в кювет, Пелетон уехал. Все, Пелетон уехал. А может быть, не думать об этом? И мы с Ерохиным сейчас будем догонять. Может быть, об этом не думать? Волей-неволей приходится... Это, понимаете, это влияет на игру. То есть я вынужден играть более агрессивно, более... Ну, потому что если я буду сейчас разыгрывать одну очко туда-сюда, я не догоню эту восьмерку. Ну, посмотрим, посмотрим. Тут, знаете, всякого рода камер забывает. Да, еще восемь матчей. Будем с открытой, как это, шашки на голо, бурки на фасо. Как там говорится. Да, да. Вы мне скажите, вы некий такой, ну что ли, перелом в себе почувствовали после сегодняшней игры? То, что Преображенская площадь отдалилась. Конечно, нет. Вот первая вероятность, вот проиграть мне было, вместо плюс четыре получить минус два. То есть он должен был не зарядиться, я должен был кинуть этот пять-пять самый плавный. Ну, один из плохих. Да, когда вы оставили один камер под ударом. Это перемножение трех вероятностей. Такое бывает вообще крайне редко. И получить сразу, так бы с плюс четыре, мне было бы, может быть, а так пришлось еще и отыгрываться. Ну, я вам хочу сказать честно, сто процентов. Такое, наверное, может быть только в матче между Армянином и Грузином. Да, наверное. По большому счету, по большому счету, я могу сказать однозначно, что, ну вот видите, у вас и лак. Какой у меня? Ну, у нас лак должен быть примерно одинаковый, судя по тому, что счет у нас, разрыв в счете небольшой. То есть у меня с отрицательным лаком выиграл? У Мгера плюс 0,9. А, то есть я выиграл два очка с отрицательным лаком? Да. Ну, то, что сделал в свое время в первом матче Мгера. Сам Мгер. Да. Я хочу сказать, что вот по драматизму действительно, да, вот такого... Причем каждая партия была. Абсолютно. Так достаточно редко складывается в Нардах, что такие острые партии. И что мне показалось очень интересным, то, что первые партии пролетели просто... Как теннисный шарик. Туда-сюда, туда-сюда. И в последний, когда... А в последний... Стал вопрос о том, что это... А победители? ...контровая, да. И вот тут... Там ситуация менялась несколько раз туда-сюда. Абсолютно. Абсолютно. И все-таки в конце повезло мне. Первая победа. Вот в третьем матче. Моя первая победа. Я вас поздравляю. С почином Глеб Георгиевичем. Да, да. Держи меня. Как держать? Нежно, да? Нежно. Поэтому нежности и удачи, как говорится. С победой вас. Спасибо. Посмотрим, что будет дальше. Дальше будет только интереснее. Держитесь за удачу. Конечно. Конечно. Я вам сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который называется «Нарды и звезды». И мы постепенно переходим ко второму матчу. Это Фред Астер, величайший актер музыкального кино. Он играет в «Нарды». А это Кларк Гейбл, более всего известный по фильму «Унесенный ветром», непревзойденный герой-любовник. Бинг Кросс, Бигенни Джаза и Диксилэнда. Юл Бриннер, суперзвезда боевиков и мюзиклов. Все они играли в «Нарды». Еще до Второй мировой эта игра приобрела огромную популярность в театрально-кинематографических кругах. Надо же было чем-то заполнять паузы между съемками и репетициями. А карты — это так банально. «Нарды» куда изысканней. Чарли Чаплин, Хэмфри Богорт, Амар Шариф — сейчас не все их помнят, но то были кумиры миллионов, если не миллиардов. Тот же Шариф играл профессионально, даже побеждал в серьезных турнирах. Кстати, не только в паузах, но и непосредственно в процессе съемок звезды экрана элегантно и умно передвигали шашки. Шон Коннери, первый Джеймс Бонд, делал это в 76-м, а Роджер Мур — Бонд, третий в 84-м. Еще и тренировался перед тем, как сыграть мастера. Эта традиция протянулась и в 21-й век. Вот кадр из фильма «Четыре Рождества» — Рис Уизерспун и Винс Вон за доской. Не чурались нарт и музыканты, гремевшие на весь свет. Боб Дилан, Мик Джаггер, сам Хулио Иглесиас. Не футболом едином, но даже больше, чем певцы, эту игру любили певицы. По крайней мере, любили позировать с доской. Барбара Стрейзанд, Даяна Рос, Тина Тернер, Тейлор Свифт и даже Мадонна, хотя выбор партнера в ее случае не очевиден. Партнеры по нардам, разумеется. Но не только люди искусства предавались благородной умственной забаве. Боксер Мохаммед Али и теннисист Бьерн Борг — лучший из лучших в спорте. Да что спорт? Вот Джон Кеннеди с сигарой и нардами. А вот и Жаклин Кеннеди за доской, но без сигар. Видимо, что-то есть в этом сочетании. Леонардо Ди Каприо и Тоби Макуайр тоже дымят гаванами за игрой. Не спортивно, но эффектно. А вот Хью Джекман и его жена — настоящие спортсмены. 20 партий в день. В нарды, конечно, и никакого табака. В какой-то момент пришло понимание, что нарды — это еще и сексуально. Линдси Лохан и Эприл Скотт, супермодели, актрисы и дизайнеры, богато одаренные девушки, не правда ли, позировали с нардами в весьма соблазнительном виде. Как и Памела Андерсон, которая способна соблазнить кого угодно в любом виде. Кино, музыка, спорт, слава и секс — вот что такое нарды. А вовсе не просто настольная игра для скучающих интеллектуалов. Итак, дорогие друзья, на телеканале «Старт» продолжается третий тур Суперлиги. «Старт» по коротким нардам. Суперлига. Старт. Ну, можно сказать, чемпионат России. Почему нет? В нашем формате. Чуть-чуть поправлю. Чемпионат Москвы в индивидуальном зачете. Хорошо. Ну, мы приравняем Москву к России. Хорошо. Хорошо. В студии по-прежнему Григорий Твалтвадзе и Юрий Акопов. Юрий Грандович, знаете, для того, чтобы нам немножко отойти от перипетий первого матча, сумасшедшего матча, который выдали Аскурава и Джагарян, и вспоминая вот этот вот сюжет, который только что мы с вами видели, да, актеры и нарды. Я не актер, но могу сказать, что в моей жизни был такой замечательный не эпизод, а эпопея, наверное, когда на чемпионате Европы по футболу в Португалии мы комментировали матчи с Дмитрием Градиленко, и он имел несчастье привезти с собой нарды. Мы однажды чуть не опоздали на футбол. Ничего удивительного. Да, чуть не опоздали на футбол. Так что, да, это действительно потрясающе, это действительно игра миллионов, это игра, которую нельзя не любить. Я хотел бы напомнить вам, как закончилась вот эта встреча Алексея Аскурава, который, по-моему, с трудом находил слова для того, чтобы, ну вот, доказать нам, что он психологически абсолютно спокоен. Да, он здесь в студии и понервничал, и настолько был эмоционален, что... Он был очень заряжен на матч. Да, да, да. Очень заряжен. Несомненно, несомненно. Ну что, давайте анонсируем вторую встречу. Давайте. Не думаю, что она будет феерической, иначе не скажешь, как первой, но то, что она будет занимательной, очень интересной в смысле самой игры, теоретических ее аспектов, это я убежден. Но это матч лидеров. Да, два лидера. Микаэл Варданян и Константин Пучков. Давайте посмотрим. Микаэл лидирует с 27 очками, и Константин Пучков с 16 набранными очками по итогам двух туров. И вот тут мы должны напомнить, что Константин Пучков уже сыграл в третьем туре, а эта встреча, она будет перенесенной из четвертого тура. Наших рождественских и новогодних каникул, у нас небольшие перемещения внутри туров. Ну, это нормально. Да. Люди свои личные какие-то интересы не могут отодвинуть совсем-совсем там на задний двор. Некоторые вынуждены... Через тур подравняется картинка по общему количеству сыгранных матчей. Сегодня вот Константин Пучков, с которым вы играли. Да. В прошлый тур. С которым играл. Не буду комментировать итог. Он был, к сожалению, не в мою пользу. По некоторым, так скажем, обстоятельствам, это сейчас тоже уже не важно, это уже в прошлом. Который все время обижается, когда кто-то говорит представителю олдскул. А по-моему, он не обижается. Я причисляю себя тоже к тому поколению, которые в конце 90-х активно играли на международной арене, и мы не обижаемся на эти слова. Да нет, я шучу, конечно. Понятно. Я хочу сказать, что Константин Пучков, это, наверное, может быть, один из самых таких игроков, которые показывают самые стабильные и взвешенные нарты. Именно так, да. Взвешенные, потому что у него... Без авантюризма. Да, да, да. Микаэл Варданян на ваших экранах. Наш международный красный. Очень сильный игрок, очень отлично понимающий теорию игры с хорошим быстрым счетом. И вот Константин Пучков. Да. Сегодня матч лидеров. Я еще раз это хочу подчеркнуть. Не знаю, найдет ли коса на камне, кто будет играть роль косы, а кто роль камня. Сложно сказать. Да, очень сложно сказать, потому что в теории, ну, уже о практике и говорить не буду. Наверное, мы имеем сегодня, будем иметь сегодня матч, ну, настоящих корифеев. Посмотрим, как будет развиваться борьба. Да, да. Ну что, Пучков будет осторожничать? Это я бы не сказал, что Константин осторожничает. Я бы сказал слово «аккуратно». Он старается играть аккуратно, но не применит воспользоваться кубом удвоения при первой же возможности. Ну вот давайте посмотрим. Да и Микаэл тоже, я считаю, агрессивный с кубом. Ну что ж, здесь чуть-чуть получше, чем у предыдущих игроков показатели. В частности, общая оценка игры. Пиар. Микаэл 4-13, отлично. Константин Пучков 6. Похоже, но все в пределах, как говорится, сильной мастерской игры. На лаг посмотрите. Да, удача оба не обделены. У Микаэла 10, у Константина 6 практически. Качество игры очень сильное, с шашками обоих по 3-44-3-86, соответственно, Микаэл и Константин. И игра кубами тоже практически в одной, как говорится, диаграммке, в одной цифровой гамме. Да, 7-7-7-15. Да, 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 да. Ну вот как-то так. То есть очень близко мы видим игра по мастерству. Посмотрим, что будет конкретная лобовая встреча сегодня. Ну, когда я вам задавал перед первым матчем вопрос, насколько ожидаемо было присутствие этих двух игроков в верхней части турнирной таблицы, являлись ли они изначально фаворитами. Нет, я просто хочу сказать, что сейчас мы это увидели подтверждением цифровым. Совершенно верно. Да, непосредственно цифры нам показали, что, значит, действительно... Ничего случайного в этом нет. Нет, да. Ну что, давайте, дорогие друзья, переключаться уже непосредственно на игру. Вот слева Микаэл Варданян. Как они проводят последние минутки перед борьбой. Сжатие рук. Пучков, по-моему, постригся. Да, Костин постригся. Да, Варданяну это не нужно. Согласен. Так, установка часов. Микаэл сегодня в роли принимающей стороны в зеленом поле, а Константин уже в желтом. Варданян так... Нет, не в прошлом туре Варданян комментировал вместе со мной. А Константин был в зеленом поле, играл против меня, а я в желтом поле. Так кто не выключил часы? В последнем гейме играли не мы. В последнем гейме играл Сергей Петухов. А, вот оно в чем дело. Ну, хорошо. И Олегин. Начнем с обратки. Они насмотрелись, по-моему. Да, да, да. Сыграем в обратку. Сыграем в обратку. Начнем подставлять шашки. Веселое начало, но тем не менее. 6-1 очень хороший бросок за желтым. Взяли бармпоинт. Зеленые побежали 6-3, как я говорю, всю дорогу. Тут же получили удар 3-1. Зато нет возможности брать пятый пункт. Приходится бить шашку. Ну, и, как мы говорим, расплитовать или раздвинуть дальний. Совершенно очевидный ход. Ну, что он и делает, да. Так, важно сейчас зарядиться 5-4 или 4-3. Это самый хороший вариант зарядки. Ну, здесь 5-2. 2 и 5 спускаем. Небольшие отклонения от точности ходы. Это для нас привычные ходы. Программа чуть по-другому смотрит. Здесь можно ударить две шашки, либо взять девятый пункт. Да, скорее всего, девятый пункт надо брать. Девятый пункт, конечно, это 4 подряд. Это уже прайм, мы уже потихонечку привыкаем к этому слову. Блокада прайм из четырех. Это уже задел. Задел. Зеленые пока стоят очень негибко, видите. Шикарно. Сложно перескочить, но вот это вот 4-3. Я имею в виду на этой стороне доски, как мы говорим, колбасные заводники, да? Но вот 4-3 зато очень стабилизовала там, стабилизировала там ситуацию. Пока это маленькие цеха, так я бы сказал. Цеха. А вот 4-3 был очень полезен для зеленых, они взяли пятый пункт. И вот теперь спокойно здесь могут расширять поля, даже где-то подставиться. Но нет необходимости, 5-3, просто берем третий пункт. Желтая ходна под отставшую шашку, но она не вызывает проблем. 3-2 тянем до конца в девятое поле. 14-9 должно быть лучшим ходом. Так и есть. Вводим из-под ударов и оставляем одну отставшую шашку сзади. По гонке, что я сейчас почему заговорю о гонке, в таких позициях, позиционных, вот Костя посчитал, что надо так сыграть, но он не сзади по гонке, а спереди, поэтому подставлять шашки под удары не было необходимости. Зато он перекрыл шестое поле. Да, хороший прайм взял, да. Но зеленые не попали, к сожалению, своему единичку. Будут строить контрпрайм здесь, как я и говорил, даже открываться где-то, имея очень сильный опорный пункт в пятом поле. И пытаясь выстроить свой прайм, даже будут открываться, понимая, что ударов, которые желтые могут нанести, будет все время меньше половины таких удачных бросков. Сейчас в таком сценарии, например, только двойки бьют. Может быть, это не лучший сценарий, я не уверен, какой ход сейчас. Ну, компьютер подсказывает, что можно было бы и удвоить. Это на этом ходу сейчас Константину не стоит удваивать. Ну, он это и не стал делать. Да, да, то есть рановато есть проблемы еще с последней шашкой. Мы знаем его отношение к компьютеру. Да, иногда Костя пропускает кубы, но иногда очень смело. Вот на тот матч как раз Микаэл, как комментатор, удивлялся, почему он так пропускает кубы. Ну, видимо, Костя Ди Фитнеса старался сыграть поаккуратнее. Ну, Микаэл-то, когда комментировал вместе со мной предыдущий тур, он как раз и сказал, что в данной ситуации важнее была игра на результат. На счет, да, а не на пиар. Так, 5-3. Ну, нет ничего хорошего. Пока, может быть, дом построить. 5-3 взять в доме первое поле, потому что все остальные какие-то куцые ходы. Не хочется разбирать раньше времени 13-е поле, оставить там 3 шашки. И здесь перегружено 6-е поле. Можно взять в доме первый пункт. 5 в единичку и тройку в единичку. Ну, с 9-го поля может быть на первое? Это 8-ое. Не-не-нет. Ой, с 8-го, прошу прощения. Нет-нет-нет. 5. Это будут все ходы по головам. В доме просто сыграть пятерку с 6-го в первое и с 4-го в первое. Взять первый пункт. Сделать дом чуть-чуть посильнее. Все остальное похуже смотрится. Рассуждает сейчас Микаил. Да, находит этот ход. Просто остальное похуже. Не хочется ему туда толкать шашку. В третьем поле. Оп-оп-оп-оп, сейчас запутаются. Сейчас запутаются. В третьем поле был пункт. В третьем было, да. Вот это сыгранный ход правильно. Если такое закончится, то это будет верный ход. Да, выбрал лучший ход Микаил. Все правильно. 6-4, побег. Но в дырку, но зато только пятерки. Это, как я говорил уже, 11 бросков из 36. То есть, понятно, ну, будем говорить так, почти там в районе 30%. То есть, совсем не фаворит. Совсем не фаворит Микаил сбить шашку. Тогда у желток будет перевес. Да. Да, он и не попал. Он и не попал. Это очевидно. И уже начинаем строительство дома. Но здесь еще нет, наверное, удвоения. Я просто не вижу гонку в зависимости от гонки. Поскольку еще очень много разбирать полей перед входом в дом. Сейчас Константин считает 100% занимается подсчетом гонки или рейса, как мы говорим. Визуально такие позиции, если еще нет ни одного дома, это нет удвоения. Ну, так и есть. Компьютер показывает, нет удвоения. Сейчас надо потихонечку двигать шашки в сторону дома. Поскольку рейс равный, но не надо составлять проблем. Обе шашки с 11 поля надо переместить в сторону дома. Вот эта дырка ни к чему желтая. Если они уберут одиночную шашку, надо просто сейчас переместить обе шашки с 11. И единичку, и двойку. Нет, нет, нет. Костя решил сохранить защиту против 6-6, но тем не менее образовалась небольшая дырочка. Не сильная разница в ходах, но более точно было бы разобрать 11 пункт. Но это не носит принципиального характера. Да, повисла такая паузочка. Гораздо медленнее темп. Обратили внимание? Да. Уже с нас даже, как с комментаторов, я чувствую, немножко спало напряжение. Поскольку темп вполне приемлемый для осмысления каждого хода, выбора вариантов ходить. Вот так вот пришел сыграть. Пучков 2-1. Вот эти ходы мне не нравятся, которые Костя сейчас делает. Они как-то не гибкие. Он забывает, что сейчас все равно упирается все в гонку. Надо заводить шашки в сторону дома, поближе висеть. А он внутри дома переигрывает. Ну, сейчас очевидно ход 9-3 и здесь 9-8. Другого нет. Да. Зеленые тоже не сильно отстают, если вообще не отстают. 108 очков у них и 11. Сейчас будет 97. На 6 очков после этого хода зеленые впереди. Все, что можно, сейчас потянут в дом. Да, вот как-то так. Зелтые будут продолжать тоже заходить в дом. 5-2. И 6-4 спустить сюда. Совершенно верно. Ну, если Джигарян почти, прошу прощения, Варданян почти все в дом занес. И вот только там два вот этих камня, как больной зуб, торчат. Ну, вот, извиняюсь, Гриша, я сейчас здесь добавлю кое-что по комментариям. Очень важно. Вот то, что не разгрузили, когда было 2-1, 11 пункт, была дырка. Теперь появилась еще одна. И сложности добавляются у желтых при заходе в дом. Ну, кстати, отмечу, у обоих игроков пока очень хороший пиар 2 с небольшим у одного и у другого. Но надо признать, и партии не изобилуют сложными решениями, сложными ситуациями. С тем, что есть, оба соперника достойно справляются. Ну, два лидера, еще раз повторяю. Да, да, да. Два лидера, и каждый понимает, во что он играет и с кем он играет, главное. Да, именно так. По-прежнему Костя правильно понимает позицию, что еще нет удвоения. Вот от одной дырки удалось избавиться. Да, один пункт разгрузили. Зеленым надо сейчас выходить в случае шестерки или пятерки. Зеленым, конечно, нужен хороший куш, но... Но пятерка не очень хороша, не так много очков дает. И какие-то удары появляются, если шашка там уйдет. Надо как-то, видимо, переиграть. Мне тоже казалось, первую секунду же выйти, но если подумать, программа, посмотреть, программа не дает это решение как правильную идею. Она предлагает играть в доме, терпеть там еще один ход, ровно один, и потом в любом случае выходить, чтобы нагрузка ослабла. Вот теперь уже удвоение, много ударов на проходе. Я думаю, это верное удвоение, споря, что погонки. А, Константин позади. Но, тем не менее, много ударов на проходе. Значит, это давление, давление, извините, прошу прощения, это удвоение, оговорился. И тейк, поскольку здесь погонки желтые даже отстают сами на три очка. Сейчас Микаэл это посчитает. Не так много хороших ударов. Их не подавляющее количество, чтобы бояться, что шашка будет сбитая и партия будет проиграна. А в противном случае продолжится гонка с перевесом зеленых. Поэтому это тейк. Так, принял. Да. Сейчас важен бросок. Четыре хорошо. Двойки единиц нет, но бьем на проходе. Ударили, убежали. Уже тормозили зеленых. Отличный бросок. Я все никак не могу привыкнуть к этому. Вот честное слово. Ну, будем просто наблюдать. Давайте не привыкаем, просто наблюдаем. Просто, когда какую-то ситуацию прогнозируешь, то забываешь о том, что так можно. Так, тем временем 6-1 уже нехороший. Бросок для желтых проблема для ввода последних двух шашек. Вопрос, надо ли сейчас убегать зеленым. Если они приотстали, то надо там постоять, поскольку она сдерживает вход. Мне не нравится эта идея. Но надо же было постоять там, потому что еще голая шашка. И вот сейчас удар на проходе был бы чреват. Видите голая шашка в первом поле? Да. И желтые вынуждены были переигрывать в доме. Но Микаэл посчитал стартовать прямо сейчас, не дожидаясь возможных ударов, и вывел шашку из дома. Теперь бесконтактная гонка. Все зависит уже от качества бросков. Та самая позиция, как говорил один известный нардист, когда все играют одинаково. Или почти одинаково. На два хода в любом случае есть преимущество. На один дупль мы так называем. На один дупль желтые впереди. 5-6 очень хорошо усилили четвертое поле и разгрузили шестое. Расположение зеленых, конечно, чуть-чуть получше, но никто не отменял того, что желтые выбросили уже 5 шашек. Да, и у желтых две дырки. Третье и первое поле. Да, но пока впереди, тем не менее. Сейчас начнутся дырки сказываться, возможно. Вот, 4, единичка. Корректная единица, потому что тройки будем играть шестерок. 5-5, а, 5-4. Вот две дырки у зеленых, но пока все неплохо выбрасывали. Но они под шестеркой, поэтому... Опять тройка, но есть действие сыграть, как я и сказал, шестерки. Сейчас у желтых поправили позицию. Очень важный бросок для зеленых. Очень важный. Нейтральный бросок. Две шашки выбросили уже хорошо. С желтым важно бросить. Хорошо. Все по одному осталось. Очень важный бросок за зеленых. Неудачный. Не удалось скинуть шестерку. И еще на один дуполь. А вот 2-1 дает шансы зеленым. Ах, какой проектирован. Дает шансы зеленым. Это как, знаете, финишный спурт в забеге в легкой атлетике. Оба игрока приближаются к леточке. И тут важен корпус в корпус. Все. Ситуация упростилась до теоретически законченной. Вот вам, пожалуйста, совершенно другая картина, да, матча? Да. Ну что же, Костя взялся за дело, как говорится, смело, пустившись в погоню за лидером турнира Микаэлом, набрав в первом гейме 2 очка. Сейчас игроки обмениваются мнениями. Микаэл спрашивает, ты свой куб сам принял бы на моем месте? Костя правильно говорит. Думаю, что там легкий тейк. И вот фактически у нас сегодня первая партия, когда до последнего камня. Обратите внимание, 4 обина. Константин устойчиво начинает этим ходом. Ставит одну шашку 6-5 в доме под удар. И если она не будет сбита, дальше пытается получить позиционный перевес, как сейчас, сыграв 13-5, возьмет пятый пункт. Да. Ему нравится такое начало 4-1. Достаточно популярный дебют. Отличный бросок. Это джекерочек такой небольшой, который позволяет сбить шашку очень важную. 1-1 неплохой ответ, поскольку берем седьмой пункт и 24-23. Расплетовываем, раздвигаем три шашки, которые здесь вот странно. Вот эти три шашки здесь даже визуально не смотрятся, правда? Ну, не симпатичны в этом поле. Не знаю, я бы вот так сыграл. Ей-богу, право. Нет, ну там не так важно против одной шашки. Как-то здесь надо что-то создать. Я бы просто сыграл бы так в расчете на то, чтобы четвертое поле закрывать. Нет проблем. Четвертое или третье. Побольше шансов, я понял. Ну вот нет проблем, Константин сейчас исправит. Это сыграв теперь уже 24-23. А вот сейчас как раз компьютер показывает дальше, если уж там сыграл дницу. Ну, как ни странно, опускать голую шашку в четвертое поле. Продолжать агрессивно играть против, помните, я говорил, против одной отставки шашки. Да, против одной отставки. Играть надо агрессивно. Вот 5-4 он показывал ход в доме. Ну, здесь другого просто нет. Очень важно попасть сейчас хочется. Ой-ой-ой, это антиджокер протанцевали желтые. 5-5, антиджокер такой же. Кошмарный бросок. И вот сейчас на пороге удвоение. Здесь уже, похоже, удвоение обязательное. И вопрос, есть ли тейк. У зеленых нет позиции. Два колбасных завода, это вообще на пас смотрится. Не на чем защищаться, нет ресурса защитного. Пас, да. 3-0. Тоже достаточно быстрый темп по сыгранным геймам. Но счет 3-0. Полная противоположность первой партии. Да. Взвешенная. Вы правильно сказали, Григорий. Взвешенная игра с обеих сторон. Костя очень сконцентрирован. Я вижу по выражению лица. А Микаэл в обычном для себя, в таком полурасслабленном состоянии. Но я уверен, что сейчас сознание работает тоже на КПД максимальное, которое позволяет себе спортсмены. Максимально оба игрока сосредоточены на игре. 6-1 очень хорошо. 5-2 был нехороший. 6-1 хороший. Что теперь? 2-2 отлично всегда в дебюте. Хорошо кидать дупли. И 13-11. Одну шашку можно спустить. И там взять пункт. Совершенно верно. И одну шашку 13-11. Ну, если вот сейчас Пучков у нас ведет. Примерно равные позиции. Да? То что это значит, что если... Это значит, что он ведет 3-0. Нет, нет, нет. Это не это значит. Это значит, что если он еще 3 очка набирает, у нас смена лидера произойдет. А, в этом смысле. Поскольку на каждое наборное очко автоматически Микаэл его снимает. Поэтому умножаем на 2. Дистанция сократилась на 6 очков. Да. Между ними. А была, я не помню, 24, по-моему, или 27 на 16. 27-16 была. Да. То есть она была 11 очков, стало 5. То есть надо выиграть еще 3 очка. Да, вы правы. Тем временем, что мы видим на доске, как легализары. 4-3. Играть должен Микаэл. Да, вот такой ход. Но, может быть, надо было чуть пошире стать вот снаружи. Вот это вот сейчас куцый ход. Надо было спустить тройку и четверку завести в дом. 1-1 шикарный бросок. Можно взять пятый пункт. Либо продвинуться с 24 на 2 вперед. Вот это сейчас Константин взвешивает. Оба хода сильны. Оба хода сильны. Константин выбирает второй вариант. Он и по программе чуть-чуть получше. Не намного, но чуть получше. Это практически, как я говорю, два хода в одной цене. Вопрос к какому стилю. Константин придерживается стабильной защиты точно лучше такого нападения с непонятной защитой. Потому что 20, этот вот второй пункт продвинутый, уже существенно облегчает желтым побег двух шашек. А пятый или четвертый, думает, Константин успеет взять, как сейчас, например. 2-2. Пожалуй, Тибрица. Еще вперед можно продвинуться. Он может выходить уже из дома. Полностью, да. Уже полностью, поскольку не удается на той стороне доски взять существенные пункты до конца. Вот так Костя и делает. И уже чуть-чуть улучшает позицию. Этому помогло предыдущий 1-1, кстати. Была бы совершенно другая игра. Сейчас зритель, наверное, это не увидит. Если бы 1-1 сыграли желтые, взяли пятый пункт, то сейчас 2-2 не сыграли бы, взяли девятый пункт. И силенные были бы под прайму. Все на той стороне доски, если играть. Все, и предыдущий 1-1, и текущий 2-2. Пока думает, пока думает Константин. Да, он взвешивает получившуюся позицию. Он сейчас считает гонку. Если он впереди по гонке, надо оставить как есть, продвигаться ближе к долу. Потому что он впереди по гонке. Да, 128-140. Ну, сейчас бросок Микаэла. 9 очков удалось. 128-131. На 3 очка впереди. И бросок. 3-2 не самый плохой. 13-8 другого. А нет, что-то... Аух ты, интересное решение показывает компьютер. Потому что мы не успеваем взвесить, конечно. У зеленых нет дома, обратите внимание. И еще более того, у зелененькой шашечки одна голая стоит в пятом поле. Самый момент. Даже подставив шашку, взять пятый пункт. Найдет ли этот ход Константин? Он тяжелый, на самом деле. Даже при взвешенном. С восьмого и с седьмого поля взять пятый. Подставив прямую четверку. Видите? Ну, конечно, вижу. Ну, я же говорю, Константин его не рассматривает. Этот ход. Он читает, что нет необходимости, будучи впереди. Что следующим ходом можно взять шестой, седьмой. Шестой или четвертый. Ой, елки. Пятый или четвертый пункт в доме. Я не скрою, что это... Я, честно говоря... Мне этот ход тоже нравится. Я его видел первым ходом. Я думал, что он будет закрывать. Пятая поля. А вот сейчас он его закроет. Вот эти шашки, это все строители. Вот мы его и взяли без боли, что называется. Без шанса быть подбитым вообще. Так. Ну, что он должен рассчитывать? На шесть-два или шесть-шесть, Микоэл? Вот шесть-два. Слава. Пожалуйста, бриться. Прогнозом шесть-два прилетело. Это Джокер. Это Джокер. Надо заряжаться, Константину. Вот сейчас может быть дабл. Сейчас может быть удвоение. Мгера, извиняюсь. Микоэл даже не рассмотрел. Это было удвоение. Поскольку одна шашка там выходит шестеркой. Здесь большие проблемы. И по гонке моментально поменялась картина. Странно. Микоэл обычно взвешивает такие позиции. Но, видимо, уж больно было плохо. Он не ожидал, что так сразу станет хорошо. И надо бросить. В итоге что бросил? Один. Четыре. То есть не удается вырваться шашкой. Ну, как можно ближе дальнюю шашку подвинул. А вот теперь получилось нескладно. Один и три удар. Надо бить обязательно. У желтых хороший дом трехпойнтовый. Нельзя зеленым без, как говорится, без боли оттуда убегать. Не будучи. Вот сейчас уже у зеленых вообще сначала стоит проблема зарядиться. Это не очень сложная проблема. Три поля, тем не менее, свободные. Напомню, это 75% всех бросков дает возможность зарядиться. Один из них. При этом есть еще и удар. Если мы зарядимся двойкой, то четверку можем ударить. Что и надо сделать. Поскольку мы опять заталкиваем желтую шашку к нам в наш зеленый дом. Я напомню вам, дорогие друзья, что вот этот термин зарядиться, это не что иное, как оживить свою убитую шашку. Да, будучи до этой стоящей на баре сбитой. Да. Три-два надо брать или бить. Либо брать 22-й пункт, либо бить. Чем хороши удары? У зеленых много. Либо закрываться. Ну, я говорю, делать пункт. Либо бить. Чем хорошо бить? Во-первых, бить всегда хорошо, потому что зеленые могут не оживить шашку вообще, а при этом много висячих. Обратите внимание, на доске четыре одиноко стоящих зеленых шашки. И все они под давлением желтых. Микайл и Константин оба владеют техникой агрессивной игры. Я думаю, сейчас Константин может выбрать и этот вариант, поскольку куб еще в середине. Да. Нет угрозы марсов или марсов. И вот сейчас ответственный бросок. Очень важно. Две шашки. Микайл тоже не страдает отсутствием лака. Да, мы это увидели по табличке. А вот теперь все, игра закончилась. Игра закончилась. Все моментально, да. Вопрос был до первого танца, скажем так. До первого не оживления или не зарядки. Да, да, да. Кто первый протанцует. Ну нет, в кофе не перебои, да? Слишком хороший. Мне нравятся. Игроки очень дружелюбные в такой атмосфере. Маленькими комментариями после каждого гейма обмениваются. И снова в бой. Да, 6-3. Стандартный дебют. На двух сторонах доски развиваем шашки. Издалека в шестерку, а сюда спускаем тройку. 6-4. Бьем. И четверку есть теоретически на выбор. На этой стороне доски раздвинуть. Либо там начинать атаку, дополнительно снимая, подтягивая шашку. Это обязательная игра. Борьба за пятый пункт. Начались удары. То, что я называю рок-н-ролл. Обмен ударами туда-сюда. Здесь тот же самый пункт. Сейчас любая 5-3-1 будет обратно. Удар или на той стороне доски. Нет, 4-4. Есть ударить шанс две шашки сбить. С 13-го поля из миддлпоинта сыграть три четверки и сбить обе шашки. Ну да, одним взмахом. Одним камнем, да. И вот получить атаку, если желтые протанцуют, кинут шестерку или не кинут единицу. Но такой же ответ. Оба игрока действительно подтверждают еще свой лаг. И два в доме? Ну как, две шашки и зарядиться, оживить сразу две дуплем. Об этом только мечтать. Это шикарно, конечно. Так еще и удар есть на той стороне. А вот с этой стороны. Еще и ударить можно. Обе шашки в четвертое поле. Еще взяли важное четвертое поле в своем доме и подняли зеленый набор. Это джокер, безусловно. 4-1. Не есть джокер точно. Неудачная единица, к которой нету довеска хорошего. Четверка – это нехорошая довеска. Ну, только, наверное, в доме играть за спину желтым. Не-не-нет. В доме стоим хорошо. Убрать одиночную шашку, а даже под прямой шестеркой. И остаться самим надавливающим на те две одинокие шашки. Шикарный 2-1. Берем пятый пункт. Не обсуждается. Именно так. Теперь у зеленых есть шанс скинуть шестерку или 2-1, чтобы сместиться и взять якорь. Шестерка есть. Шестерка есть. Бьем. И раздвинуть срочно задние шашки, чтобы не стоять там обеими шашками в одном двадцать четвертом поле. Срочно раздвинуть. Пока есть полхода. Даже если нашу шашку здесь в единичке побьют, мы, скидая очередным броском Зары, вот Константин это понимает, мы можем кинуть тройку и закрепиться уже на новом якоре сделать. Вот в этом двадцать втором поле. Посмотрим, что будет. Ну и даже не попали желтые. Вот теперь зеленые могут распить успех, кинув либо двойку, либо пятерку. Получив какие-то хорошие пункты на той части доски. Или тройку. Или четыре тройки. Да. Разом. Раз. Есть вариант сыграть ей до конца, как любитель мог бы сыграть, но это не есть хорошо. Взять первый пункт, он не самый важный. Надо развивать позиции. Спустить еще одну шашку и взять пятый пункт, например. Или взять третий пункт. Но пятый пункт открывается шашка. Наверное, третий лучше без открытия. Просто взять третий пункт. Двумя камнями в доме. Да. Почему не страшно там оставить ту шашку одинокую посередине доски? Потому что единица и так для нас плохая. Это дуплицирование. В доме единица открытая. Поэтому роли не играют. Это не будет новым номером на Зарах, когда сейчас очередь броска перейдет. Так, решил здесь. Так вот сыграть. Та шашка была важна не тем, что Микаэл вводит из-под удара. Идея программы была, это бланда ошибка. Идея программы была оставить ту шашку, чтобы на ней закрепиться. Пункт там сделать. Пока удачно. Для Микаэла нет ударов. А, есть. Вот в доме. Вот здесь вот. Конечно, надо бить. Я просто не видел, что тройка там бьет. Очень важно попасть мимо. И опять зеленые вернулись в исходное. Теперь приходится ту шашку дальнюю убирать, сюда спускать. Спускать надо шашку в 13-7. Попытаться здесь подстроить праймик, миновав тройки. Микаэл решил здесь продуплицировать единицы. Тоже неплохо, но не есть хорошо, поскольку туда еще достает 9 очков. Константин бросил 10. Были еще броски 6-3, 5-4, которые били эту шашку. Микаэл это, видимо, не учел. 5-2, надо брать пятый пункт. Не хочет его брать. Может быть, это и правильно. А, зато нет голых шашек. Сейчас проверит взятие пятого пункта, разобрав десятый. Но десятый хорошо держит шестерки. Здесь он, может быть, даже ценнее, чем пятый. Но еще при этом голая шашка остается, которую точно не хочется отправлять туда вдобавок к тем двум. Попытка прорваться двумя шашками остается, а тремя уже тяжелее будет. Вот здесь уже мы подошли к ситуации у желтых. Перевес позиционный достаточный для удвоения. Вопрос, есть ли тейк. Есть ли тейк. А вот нам показывают. Удвоить пас. Удвоить пас. Найдет ли пас Микаэл. Неприятная позиция за зеленых. Очень маленький. Константин уверенно набирает очко. За очком, обратим внимание. И это ведь не только в этой партии. Не только в этом матче. Да. Пас. Молодец, Микаэл. За 4-1 становится счет. По-прежнему на 6 очков сократилась дистанция именно между этими двумя спортсменами в турнирной таблице. У одного прибавляется 3, у другого вычитается 3. Поэтому на 6. Ровно экватор, как я говорю, перешли. Ровно экватор, половину дистанции. Зеленых все? Зеленых. Все зеленых? Да. Надо уточнить у студии. Позвать Ланкина. Игроки шутят. Главный судья турнира Иван Ланкин. Я надеюсь, что у нас он появится в какой-то из передач в кадре. Ну, я вообще хочу сказать, что благодаря Ивану мы с вами, дорогие друзья, многое из того, что видим в плане вспомогательной помощи. Это результат исключительной работы оператора графики, транскрайбера, еще иногда говорят, Ивана Ланкина. Он же главный судья турнира. Так, новый дебют, то, что называется, имеет термин «холдинг-гейм». Это классический, так скажем, слой международный. В нашем понимании он будет абсолютно... Давайте переводить на русский. Сразу переведу, естественно. Это сдерживающая игра. Оба оппонента взяли по важному пункту на разных сторонах доски. У зеленых это пятый пункт в доме желтых, очень важный. А желтые взяли барпойт на этой стороне доски. Дальше будет развитие сейчас, желательно, не открывая шашки, двигаться в сторону дома. Обе стороны ищут возможности удачи в виде броска дуплем, чтобы было легче перемещаться с двумя задними шашками. Но дуплей, кстати, не очень много. Вот это хороший ход. 4-2. Подумал, подумал, Варданян и так даже, по-моему, сам того не желая так по часам. Да. Ударил. Опять 4-2. Надо что-то брать уже в доме. Везде по две шашки. Что-то надо в какой-то пункт вот так вот немножечко расслабить. Но не боится удара Микаэл, поскольку он имеет, еще раз повторяю, в доме желтых. Очень сильный взятый пятый пункт. Поэтому может даже открывать где-то шашки взамен ускоренного строительства своего дома, что он сейчас и делает. Дом зеленых определенно получше. Но у желтых еще есть чуть-чуть больше запаса игры. Видите, одна третья шашка на той части доски, она на голове. Да. С ее помощью можно сейчас играть или даже сыграть в первое поле. 6-1-2-1. Сохранив. Да, кто-то этот ход видит. Сохранив третью шашку. А вот зеленым сейчас придется что-то разбирать. Или не придется. Тоже в доме можно сыграть в первое поле. Можно в доме сыграть, можно вот да, отсюда 4-2 занести. Ну, разобрать пункт. Можно было и в доме сыграть 4-4 и в первой. Вот теперь желтые используют третью шашку для того, чтобы сыграть этот бросок. Третью шашку в восьмом поле свою, не разбирая позицию. Вот так вот. 4-3. Это лучший ход. И вот теперь зеленым уже проблемно очень хороший бросок. Если бы кинули больше, чем пятерку, шестерку очень проблемно искать на доске. Ну, что же делать? Сейчас желтые разберут свой какой-то пункт, вынуждены разобрать. Нет, не разобрали. Имеют по три пункта. Только сейчас вопрос, как сыграть. Как говорится, на двух сторонах доски, там и здесь переместиться. Я думаю, что здесь надо перемещаться. Либо максимально близко там. А что это даст? Ответ на это дает гонка. Что это даст максимально? Закрыть там седьмую. Усилить контакт, ослабить. Усилить вероятность контакта, ослабить вероятность контакта. Но с другой стороны, это и ужимает, как бы это сказать, дальность прыжка. Я понял, о чем вы говорите, Григорий. Ужимает дальность прыжка. Дело в том, что Константин впереди, поэтому стоять ему с задними шашками нет никакого резонта. Ну вот он выбрал в любом случае вот тот вариант, который... Движение с задними шашками, потому что он впереди. Я сказал, ответ на этот вопрос дает гонка, которую Костя посчитал. И понимая, что он впереди, двинулся с задними шашками, сокращая шансы на контакт. И максимально сохраняя коммуникацию между своими шашками. Сейчас, возможно, какие-то удары, если будет... А уж 6-5, хороший бросок. Можно взять третье и второе поле в доме. И тут же зеленый окажется под давлением. Одиночная шашка, которую надо куда-то прятать, потому что дом у желтых стал не хуже зеленых. Пятипойнтовый дом, видим? Видим. И 2-1 неудачно, некуда деться. Совсем плохой ход. Приходится играть в доме и надеяться, что желтые не кинут пятерку. Но здесь уже вопрос с кубом. Если они впереди поддонки, Костя как-то быстро. Боюсь, что он там был, наверное, удвоен. А может быть и не было. Да, там очень много было дырявых бросков. 5-1, надо заряжаться. Проверяем, лак нет. И вот тут уже удвоение пас, наверное. Да. Удвоение пас. Очередной гейм за Константином. Я думаю, это легкий пас Микаэл найдет. Ошибка очень приличная будет, если он возьмет. Здесь эту пятерку можно ждать минимум 2-3 броска. За это время желтые вообще полностью зайдут в дом. И зеленых не останется шанса на победу. Не видно ресурса на защиту. Даже если мгновенно зарядятся зеленые, оживят шашку. На моменте ход желтый, который сейчас поправит, подкорректирует позицию. Дальше зеленые будут искать какого-то микро шанса где-то подбить. То есть нет ни одного аспекта, направленного на надежную защиту. Это пас. А уж если я повторюсь, протанцуют, то вообще без боли желтые потихонечку подойдут и зайдут в дом. Конечно, пас. Да. Почитался, посчитал. Мне очень нравится развитие, по-моему. Кому же нравится развитие при счете 1-1. Ну и просто у каждого игрока, я не исключу, я думаю, на лице написано положение дел. Положение дел в счете. Ну вот у Пучкова оно никогда не читается. Он, по-моему, не знает. Он улыбается слегка. Уголки рта. Да. Глазами он после выигранной партии улыбается. У него такой немножко умиротворенное лицо. И чуть-чуть другое, когда проигрывает. Я и знаю. Так, ну что, 6-4. Классический опять дебют с первым броском в виде шестерки с чем-то. 6 издалека. Четверку спускаем. 3-1. Надо брать пятое поле. Игнорировать удар. Это очень важное поле. Совершенно точный ход делает Константин. 2-2. Прекрасный бросок. Берем два поля. Четвертое и девятое. Ну, спускать оттуда надо. Да. 3-4. 3-4. Вот два пункта взяли. Это очень важный пункт в дебюте взять. Это очень важный пункт. 5-4 неудачно. Желтые не могут подбить шашку. Но можно выбежать одной шашкой до конца, усложняя задачу зеленых ловлей этой шашкой. Надо сейчас кидать тройку. Либо 6-2, либо 4-4. Чтобы сбить эту шашку. Либо 2-1 в наборе. 3-8. Скажем так. 3 очка или 8 надо кидать. Это, очевидно, самый хороший ход. Все остальное как-то ухудшает позицию желтых. Да, в непростой ситуации находится Микаэл Варданян. Я вот его по ходу нашего турнира не разу в таком задумчивом состоянии. Есть тройка, да. Не видел. Это уверенность, как тебе передается рукам. Какая-то аура ему будет есть. Когда человек уверен в себе, в броске. И с лаком все дело обстоит получше. Как только начинаешь поддаваться этому давлению, неудачу только что было. Мне так кажется, это мистические соображения. Почему-то лак действительно начинает отворачиваться еще больше от тебя. Оба игрока успокоить. Юрий Граджич, умоляю. Давайте по-русски. Лак удача. 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 Когда вы говорите, что у него плохие дела с лаком, я думаю, что он стойлер, да, и покрывать должен что-то лаком. Согласен. Согласен полностью. Просто мы настолько привыкли к этим фильмам. Да, конечно, конечно. Ну, будем стараться. Ну, я же вот избавился от того, чтобы не говорить шашияки, чариду, панджиду. Не говорю же это, понимаете? Еще от одного термина я постараюсь вас отводить. Какого? Говорите, говорите. Мы не посажаем. Мы не сажаем шашки. Не сажаем, сажаем. Вот, видите? Сажаем, чтобы оживить. Хорошо, сажаем. Ну, уж не танцуем точно, я не знаю вообще. Лак вы хорошо подметили, как будто мы в парке отлачим. Сажаем хрусты в огороде. Ну, не важно. Так, 3-2. Смотрим, что за это время. Зеленая третья шашка вернулась. Желтая по-прежнему прорывается. Очень нехорошая 6-1. Близко к удвоению. Удвоение точно здесь на этой доске. Я лично наблюдаю. Я почему говорю посадил? Потому что я привык к тому, что ячейки на доске. И сажаешь в ячейку. Я понимаю. Вот это Костя удивительно. Пропустил удвоение, которое, более того, настолько сильное, что надо же зеленым сдаваться. Ну, конечно, очень круто стоять шашки в первом поле. Желтая одной шашкой прорываться. Ну, сейчас Константин решил снять последнюю проблему. Вот теперь покажет удвоение. Но это уже поздновато. Это было на предыдущем ходе. Может быть, и сейчас не решится, я не знаю. Считает. Судя по паузе. Хотя у него преимущество в 18 очков. По всем позициям. Есть такие критерии, наверное, которые позволяют... Ой, не в 18, а в 22 очка. Да, есть такие критерии, наверное, по которым игрок определяет, есть удвоение или нет. Это я быстренько такую мини-лекцию. Первый критерий. Состояние гонки. У меня лучше. Я сейчас говорю за Константина впереди. Второе. Позиционное развитие. У меня лучше. И третье. Прямая угроза. Прямая угроза есть. Взять восьмой пункт. Взять пункты в доме. Не надо, чтобы все три. Если хотя бы по двум критериям у меня плюс, могу поставить галочку, это точно к уподвоению. Ой-ой-ой. Взял. Вот это то, что я сказал, то, что, к сожалению, повлияло на Алексея скоро. Вот это вот, как мы говорим, замазочка. Замазка, желание, что-то не то. Каждый гейм за геймом я сдаю. Ну, где-то же должно же быть мое. И вот желание доиграть и этот гейм проверить. Не факт, что он проигран. То, что мы называем точным решением компьютера, это математически оправданный пас. Концовка партии покажет. То есть, это решение означает, что гораздо чаще здесь будет желтый выигрывать, чем, ну, гораздо чаще зеленый, если говорить, от лица Микаэла будут проигрывать, чем все-таки выигрывать. Поэтому здесь точнее было сделать пас, потерять одну очку. Тем более еще возможны какие-то небольшие, но шансы на Марс. Там все-таки три шашки, пока ни одна оттуда не ушла. Ну, и победы не исключены, безусловно. За счет какого-то складного, удачного броска, джокера. Сейчас посмотрим. Как он еще двойку сейчас сыграет? В доме 6-4. Как еще? Ну, а как? Пошире, пошире, погибче. Как мы говорим, более гибкой структуре. Можно спустить 13-11. Да, занести. Нет, ну, сейчас важны строители вот в той зоне дома, чтобы взять третье поле или второе. Тем более 13-11 дает бросок 6-3. Конечно. Конечно. Там же еще бросок 6-3 появлялся, который мог быть неудачным. Вот зеленые еще теряют. Теперь смотрите, что. У них нет времени сохранить дом. Помните, я несколько раз говорил сегодня? Ну, конечно. У желтых огромный запас. Медленно подойти к дому. Построить прайм. Не подставить ни одну шашку. Единичка и двойку в дом. С седьмого на пятое. А зеленым, к сожалению, либо придется дом ломать, либо как-то вылезать одной шашкой. Конечно, есть хорошие броски. Типа 1-1, 2-1, сейчас 2-2, которые улучшат позицию. Но по одной там двойке это смертельно перекладывается. Ну, может быть. Вот, кстати, компьютер показывает. По одной шашке перебираться. 6-1 не очень хорошее, но просто 6-1 до конца. Нельзя подставлять ни в коем случае под удар 6-3. Хотя программа показывает 12-11. Я не очень понимаю. Вот честно скажу, мне не нравится этот ход. Я бы спустил вот так. Не давать даже... Вот здесь только на 6-5. Нет удара. Вообще туда не бьет. А бросок 6-3... Как это не бьет? Ну, не бьет. 6-5 я сказал. А, прошу прощения, да, 6-5 сюда же достает. Да. Поэтому было в одной цене. Поэтому этот ход тоже рассматривался. Это я, прошу прощения, виноват. Не увидел, что 6-5 достает. Штанга 6-4. Ну, сейчас эта шашка подвернется атаке. Успешной в данном случае. 5 и ей же 3 нельзя... А, уже тут дом сломался. Но все равно ей же 3. Поскольку все-таки неприятный обратный удар. Он сейчас был бы ровно сюда. Но сейчас желательно попасть в четверку. Берем второй пункт. Пока ничего страшного. Занимаемся теми двумя отставшими шашками, скажем так. Одна убежала у Микаэла. Уже полегче чуть-чуть. В том смысле, что меньше марсов стало. Желтые продолжают заниматься подводом желтых шашек к дому и строительством полного дома. Осталось взять третий пункт для этого. Да, ну вот с таким... Ну, сейчас нужны маленькие ремера желтые. Маленькие. 6 это не маленький номер. 6-5, да, или я не вижу, или 6-4? 5-4. А, 4-5. Да. Это тоже крупный номер. Не удается взять. Не удается взять третий пункт. Надо терпеть. Поскольку у зеленых дом еще не разрушен. Шестое поле освободилось. Вот там сзади шашка. Ну, и четверка. Вот, наверное, с шестого на второе поле. Ну, других нету. Остается открывать. Открывать нельзя. Остается 6-2. Потерпим. Что делать? Потерпим. Неприятно стало как-то немножечко. Не гибко, как я говорю, да? Но другого нет. Нельзя давать прямой удар двойку. А если 4, то есть 2-5. Может быть, так получше. Так получше, так погибче. Хотя есть 2-5 удар, но он крайне редок. 3-3 нехороший бросок для Микаэла. Он очень крупный. Приходится ломать дом. Вот сейчас есть шанс взять третий поле. Уже больше номеров. Шестерка ужасная. И подставляется шашка. Единственный бросок форсированный. Вот сейчас те самые микрошансы, которые были при тейке, который сделал Микаэл. И с учетом своей удачи что-то получается. Но еще не выиграно. Еще не выиграно. А вот сейчас, если здесь очень быстро, даже не взвешивает Микаэл. Еще есть проблема выйти той шашкой. Обратный удар. Это будет тейк. Вот эта партия может получиться крупной. По счету. Я думаю, Константин возьмет. Хотя, судя по времени, которое он сейчас посмотрел, и попытке сыграть взвешенно, может отдать 2 очка. Да, 5-1 он ведет, но... Да, но мне кажется, Константин за нарды. За нарды. Он сейчас взвешивает время, счет. Понимает, что это тейк, но думает, стоит ли получить Марс по 4. Ну, Марс по 4, я имею в виду, как худший вариант. Его здесь практически нет. И проиграв 4 очка, счет будет 5-5. Решил не сдавать баланс. 6-5 неловкий. Ну, это ошибка была. Ну, что же, видите, друзья, решение Микаэла принять куб в итоге оправдалось. Это тоже возможно. Это все нарды. Все нарды. 5-3 счет. Достаточно равная борьба. Это не перевес, тем не менее. 3-5, 5-3. Это достаточно равная борьба. Так, ну, минимум еще один гейм мы увидим в исполнении наших спортсменов. Прославленных мастеров. Да. 5-4, 6-3. Здесь надо бить в 5-е поле, открывать борьбу. 6-е выходить или спускать. Но тройку бьем обязательно. Ну да, потому что 5-е поле. Константин предпочитает ли выйти? Я бы тоже выходил, но программа показала. Вот это удар по двум шашкам. Спускать надо. Раз, два, три и четвертую. Той шашкой, которой зарядились, надо продолжить движение. Первый поле надо накрыть же до конца. А, Микаэль решил закрыть. Он решил закрыть. Он решил третий. Почитаю более важным. Вот сейчас очень много надо подумать, есть ли дабл. Таких позиций, как правило, играет дабл. Да. Вопрос, есть ли здесь тейк теперь для Константина. Вот предыдущий неточный паст привел к тому, что, как мы говорим, эффект бабочки. Вообще жизнь и развитие матча пошло по совершенно другой тропинке. А вот сейчас неверный тейк. Но здесь тяжело найти паст. На самом деле не хочется сдаваться, поскольку у зеленок еще очень много работы. Но тем не менее. Я бы тоже здесь, наверное, принял, скажу откровенно своим телезрителям, моим болельщикам и телезрителям вообще, я бы здесь тоже принял. Не хочется сдаваться в раннем дебюте, когда еще столько борьбы, и у меня есть куда закрепиться, вот как сейчас Константин. У зеленых две шашки еще в доме моем, который надо долго вести. Да и открытых много у зеленых. Да, но программа показала пас. В программе виднее. Тем не менее зеленые улучшают позицию. Может быть, мы сейчас увидим, что действительно желтые уже будут думать о чем-то другим. Но не будем забегать вперед, посмотрим. Куб принят. Борьба продолжается. Четверка определенная, где шесть, спускаем. Другого нет. Зеленые попадают в двойку или нет? Нет. Нет, там тройка. Можно взять пятый пункт, можно ударить в четвертом. Ну, в таких случаях пятый пункт по двумя ударами, но очень важный пункт. Мы считаем, продолжаем атаковать, берем пятый пункт. Шесть бьет. Но можно ли бить? Очень много голых шашек. Наверное, здесь не стоит бить. Очень много голых шашек. Надо как-то собрать, как говорится, поляну. Собрать доску во что-то приемлемое для желтых. Да, программа показывает не бить, а закрыть там седьмое поле. И выйти, да, пятерочкой. Потому что оставлять ее здесь под атакой внутри дома не хотелось бы. И выйти под два удара, которые не обязательно могут завершиться успехом. По два возможных удара. А вот в доме оставлять под ударом и с темпом отдать пункт. Да, совершенно точно Костя находит ход. Будет надеяться, что не будет удара. Удары есть, двойка есть. Ну, здесь сложно было, наверное, избежать. Ну как? Четверки, двойки, все. Атаки. Остальное все не попадало. Важно заряжаться срочно. Все-таки мне бы сейчас уже не хотелось доигрывать эту позицию, скажу честно, за желтых. Все-таки программа смотрит достаточно глубоко. И максимизирует всегда все решения с точки зрения возможностей всех раскладов. И учитывая их общее количество, дает точную оценку. Что гораздо чаще будем проигрывать, надо сдаваться. Это я говорю про ситуацию, когда было объявлено в бою. По-прежнему желтые испытывают проблемы с оживлением. Не могут оживить. 5-4 отличный бросок было. Четыре строителя сработало. Бросок 5-4 взяли. Наконец-то. Ну, все равно позицию. А, тут еще удар. Он не смертельный для желтых, но для зеленых. Но какие-то нездоровые появились расклады. Скажем так. Если сейчас возьмут девятый пункт или складно ударят 5-2-2-2. 5-2-2-2. Сейчас если зеленые чуть-чуть назад оттеснятся, то желтые могут их отдавить. Они 5-5 обязательно. 5-5 сажают. 5-5. Теперь желтым надо выпустить шашку. Или там удачный маленький. Выпустить отсюда шашку. С 23-го, которая здесь третья шашка не нужна. Да. Ну да, вот это уже 4. Надеяться, что зеленый не кинул больше, чем 8. Не кинули больше, чем 8. Остается возможность еще удара. До конца надо минимизировать шансы. Поскольку так бьют прямые четверки и в наборе четверки. Это много уже. А вот так только единицы и вот 6-5 издалека, да? Будет ли единица? Не попал Никайл. Я отвлекся и все время себя ловлю на мысль, что иногда хочу назвать, на какой уровень игры показывают игроки. Давайте сейчас посмотрим тот самый пиар, качество игры, насколько сейчас хороши наши два мастера. Посмотрим. Сейчас, наверное, нам покажут картинка. Переиграл. Так, сейчас очередной бросок из состояния пиара. Сейчас быстренько посмотрю. Вижу. 5,58. У обоих не очень хороший. 5,69 и 8. Так, ну что ж, зеленый очень впереди. Без проблем заводят последние три шашки. Одну завели. Можно заводить еще одну. Отдать только 6,1 и 5,2. Конечно, можно сыграть в доме. Но не факт, что потом следующий бросок будет в лучшей редакции. Ну, Микаэл решил потерпеть. Не давать. 4 удара. Сейчас уже немножко пожалел, поскольку 3-3 бросок не попадающий. Кто же мог предположить, что... Если бы мы знали, чем дело кончится, мы ходили бы даже неправильно, зная, что кинется соперник. Ну, а теперь будет двойка? Будет. Все равно остался там стоять. То в чуть-чуть лучшей редакции. Дом, наши шашки разгрузили с 6-й, 5-й пункта. А надо было бы там постоять. Ну, что делать? Желтый по-прежнему заходит в дом. Марсов здесь немного. Но победы желтые сохраняют по-прежнему. Сохраняют, если зеленые удастся, как обычно это мы говорим, откроются на выбросе шашек. Вот так вот решил. Очень точный ход. Минимизирует шанс открытия. Одна шашка отсюда точно у желтых уходит. 2-3-4 до конца. Ну, и похоже, будет вторая ничья у нас. Очень похоже на вторую ничью в турнире. Если этот гейм будет последний. А, он не последний, прошу прощения. Нет, нет. Тоже при счете 5-5 будет контровая, как и в предыдущем матче. Если все закончится, как закончится. Как они идут. 2-5. Ну, вот сейчас появились. Если желтые не бросят шестерку. Не бросили. Они остаются в доме. А зеленые два крупных номера от четверки и выше. И откроется шашка. Нет тройка. Поэтому ничего не открывается. И желтым уже, похоже, ничего не остается. Извините за выражение. Драпать. Тем более 4-4. Это все четверки. Убегаем. Да. Константин думает, может быть, постоять. План Б не реализуется. Я еще успею. Вот что он сейчас думает. Если сыграю все в доме, я успею добежать одной шашкой. Ну, дом-то закрывается спокойно. Первое поле закрывается. Он просто думает, успею ли я добежать. Если постою еще один ход. Успею ли я добежать одной шашкой в случае чего. До своего дома и выбросить, чтобы не было Марса. Да. Решил, что успеет. И решил потерпеть еще один ход. Посмотрим, к кому это приведет. Угадал. Нет, не угадал. Я увидел двойку и подумал, что угадал. Потому что броски 4-2, 5-2, 6-2. Открывали шашку зеленую. 2-1 ничего не открывает. Просто выбрасываем шашку. И поднимаем зеленых на бар. 4-3. Танцуем. Сейчас может открыться действительно зеленый. Опять 2-1 шикарный. Вот теперь Марсов стало чуть больше. Опять двойка. И надо уже бежать. Уже надо бежать. Страшновато. Поскольку иначе дом ломается, теряется весь смысл подбития шашек. Да. Костя признает победу Ойнам, как минимум. А Микаев пытается найти победу Марса. Удастся ли ему бросить Дуполь? Да, все зависит от Заров. Вот мы им, а про это сейчас и говорим. 3-1 это не Дуполь. 8 очков нужно желтым, чтобы достигнуть дома. В доме 5 шашек. 5 шашек не выбрасывается. Ой, простая игра. 5-5. И похоже на последний гейм, который сейчас сыграют мастера, спортсмены. При счете 5-5. Контровая точно так же, как в матче. Микаэл об этом прямо сейчас и говорит. Там тоже было 5-5 и тоже была контровая. Там, конечно, было совсем другое содержание игры. Здесь мы прямо спокойно сидим. Здесь абсолютно. Мы так спокойно наблюдаем, кто в какую сторону перекатывается. Счет даже приблизительно одинаково бегает. Но там с каким этим накалом. Но там последняя партия была такая длинная. Да, да, да. И накал там был. Здесь я не чувствую накал. Здесь просто интерес к игре. Нет, нет, нет. Здесь накал есть. А там прямо накал. Здесь накал есть. Только как бы это правильно сказать. Он внутренний. Хорошо подобрали слово. Он внутренний. Хорошо подобрали слово. Внутренний. Да. 1-1 всегда хорошо в таких случаях. Либо попасть, либо дом построить. Косте еще хочется две, по-моему, сыграть в доме. Но не получается. Надо одну только единичку осталось доиграть. Так. Интересное дело. Программа показывает не бить. И Костя это чувствует. На огромном наигрышем и опытом это я могу сказать. Что не надо, может быть, бить, а взять пятый пункт. Нет. Пошла на программа. Желание ударить. А программа показывала не бить, а взять пятый пункт. Поскольку я говорю, 1-1 всегда хорошо для взятия пятого пункта. Не скрою. Вполне возможно, я бы тоже ударил. Но такое искушение. Нельзя давать зеленую. Да, конечно. Здесь строить дом. Но не хочется. А зеленые по-прежнему что-то пытаются. Вот не попал, наконец, по зеленой шашке. Но в доме попал в своем. Не даем там закрепиться. Опять обмен ударами. Посмотрим. Не попал. 6-4. А вот надо ли бить в своем доме? Надо. Конечно, пока в дебюте максимальное число ударов не страшно. Главное, борьба за эти пункты. Обратите внимание. В очень большом количестве партий развиваются по сценарий, который мы сейчас видим. Или закрываться. Или закрываться в доме, да. Уже там много шашек. Три. Надо взять свое пятое поле. Зеленым навряд ли удастся взять оба поля здесь. Поэтому надо взять пятое. Оно очень дорого там. Ничего нет близкого. Там уже три шашки. А у меня здесь... Поэтому и спрашиваю. Он задумался над этим. Не надо. Не надо. Это прямо ошибка. Я объясняю почему. У желтых две шашки на этой стороне доски. Отправлять третью сюда не стоит. Ну вот он и сделал все правильно. Получили перевес по гонке. Взяли пятый пункт достижения. Очень хороший бросок. Извиняюсь за зеленых. Все-таки оба пункта удалось взять зеленым. Микаэл играет уже так с амплитудой ударов по часам. Тоже замахи кистями. Но не при броске, а при завершении хода. Да. Два здесь. И пять пускаем. Пять здесь. Ну что же. Обрисовалась структурка дебюта. Почти. Зеленым пока не удается взять продвинутые якоры. Желтые взяли в третьем поле в доме зеленых. А зеленые пока разрозненными шашками. Крыжок Боба Гимона. 4-1 бьем уже. У желтых есть якорь. Надо бить и играть 6-5. Можно и не бить. Спускать надо подумать, что лучше. Но наверное все-таки бить. 6-5. Но программа показывает еще исход 4-3. Я бы тоже почитаю 6-5. Не двигать дырочки. Шашки, чтобы последовательно закрывать поле за полом. Очень нехороший бросок для зеленых. Не удалось подбить шашку. Но продуплицировали четверку. Обратите внимание. Четверка закрывает и четверка бьет. Что важнее. В данном случае компьютер оценивает взятие в доме. И так хороший продвинутый якорь у желтых. А Константин может свалиться на желание ударить. А может быть и нет. Все-таки там голая шашка. Но определенно компьютер ставит сильнее. Взятие вон той шашки. Вот этой. Молодец Константин. Лучший ход находит. Если сейчас зеленый не кинут шестеркой. Но с удачей. Кинули? Да. То был бы подавляющий перевес уже. Ну или не подавляющий, а приличный перевес. А вот шестерка охлаждает пыл желтых. Шестерка Микаэла. Только что он дальше будет делать троечку какую-то. Всю дорогу. Этой же шашкой. Там нечего делать. Нельзя трогать шашку седьмого поля. Поскольку желтые еще танцуют. Еще не оживились. Хороший шанс. И следующим броском занять это поле седьмое. И построить пятипойтовую блокаду. Сейчас посмотрим. Вот о чем речь. Единичка. И видите полхода. Только пятерку одну надо где-то искать на доске. Хороших нету. Только спускать. Да. А программа показывает очень сильный ход. Который сразу в таком быстром темпе комментарий не видишь. Ну даже и без комментариев. А, конечно, тут же две шашки в тринадцатом поле. Конечно, там лучше. Тут двойка пришла обязательно. Нет, я не видел, что здесь две шашки. Я думал, тут три шашки в тринадцатом поле. Нет, нет, тут двойка. Все четко у Микаэла со снайперскими ударами. Не изменяет пока прицел. Константину надо заряжаться. Он пока тоже в этом себе не отказывает. Он заряжается. Да, продолжает. Единственный шанс на контр-игру. Это контратака, поскольку у зеленых голая шашка в десятом поле. Вот там. Вот танцы. И вот сейчас пятерка или тройка уже хорошие номера. Есть пятерка в наборе. В сумме. Да, есть улучшение позиции. По-прежнему зеленая шашка еще на доске голая одна болтается. Этот удар, который мне знаком, это удар Константина Пучкова тоже такой был. Да-да-да, я припоминаю. Припоминаю, припоминаю. Но в еще более страшной редакции был. Сейчас пока для желтых все терпимо. Но неприятно было, конечно, 6-2. Так, что там на бросках у нас? Я вижу пятерку и шестерку, по-моему. А, Микаэл думал над удвоением и надо было удваивать. А чего мы ждем? Конечно, удваивать надо. Не надо бояться обратной игры. Говорит компьютер. Следующим ходом мы здесь можем сейчас начинать подстраивать прайм. Очень мало обратных ударов хороших. Ну, так мы, как мы и знали, в последний день. И аккуратно с кубом оба соперника. Счет 5-5, не хочется разгонять куб, может быть, так. В последнем гейме, может быть, не хочется разгонять куб. Потому что каждый понимает, что в итоговый баланс таблицы тоже важен. Не хочет разгонять амплитуду очков разыгрываемых. Так. Костя идет на обратную игру. Я просто не вижу, есть у него другие шестерки. А других, наверное, просто нет. А вариантов не было вообще. Нет, просто других шестерок, нет, хороших. Но сейчас тоже удвоение. Ну, Микаэл, я думаю, здесь все-таки найдет это удвоение. Нет, нет, нет. Он побаивается обратной игры. Только что такой активно продемонстрированный, ярко продемонстрированный предыдущими спортсменами. Не то, что побаивается, а не хочется ему внырять. Предполагая, что Костя совершит тейк, то есть возьмет этот куб, ему бы не хотелось играть обратную игру. Ну, какой осторожный ход. Здесь ключевое в обратной игре – это время, чтобы желтые устояли с неразрушением дома. Поэтому Алексей Аскурал просто в матче так много поставлял шашек. А у желтых здесь нет этого времени. Снаружи дома, если мы видим, всего одна и еще одна-две шашки. Придется выводить опорный пункт из дома зеленых, что является основой обратной игры. Либо ломать дом, что тоже нельзя допускать. Поэтому компьютер показывает, что у желтых нет перспективы сыграть обратную игру. Ну, сейчас зеленые, может быть, это увидят. Хотя не нравится Микаэлу шестерки, нет хороших шестерок. Но все равно это удвоение. Я думаю, он еще ход потерпится. Судя потому, что нет. Слава богу, в хорошем смысле, слава богу, я имею в виду. А Костя видит здесь шансы на обратную игру. Да, у него пять камней в чужом доме. Да, но нету запаса снаружи, около своего дома. Ему сейчас придется из этих пяти камней делать четыре, потом три. Ну, не без этого. Там держать в таком... Вот сразу удар. Конечно, тут надо бить. Уже дом-то сильный. Тут надо бить сразу. Зеленые могут еще три хода не зарядиться. Я просто не увидел под его рукой. Это первый ход. Сейчас можно усилить, взять седьмое поле шестеркой. Накрыть. Это уже... А, можно сейчас взять 18-е поле. Барпоинт здесь. Очень важное промежуточное поле. Именно вот это Константин и делает. Это лучший ход. Очень важный промежуточный поинт. Перевалочный. Два-три неплохо. Поскольку зарядились, есть тройка безопасная. Сейчас... Константину важно кинуть шесть или с пятеркой атаковать. Или с двойкой. Атакуем. Шестерка. Атакуем. И три спускаем. Три спускаем, чтобы был строитель взять седьмой пункт. Очень важная двойка. Действительно, Микаэл заряжается. Очень важный момент. Дежурная. Да. Вся зарядка дежурная. Очень вовремя. Ну, что делать? Остается порадоваться. Мимо. И вот сейчас под расстрелом те шашки. Попадание в первую. И шестерка получается ей же. Не удается подловить третью шашку. Но еще две. Но это неплохо для желтых. В смысле поддержки обратной игры. Если ему удастся закрепиться во втором или третьем пункте. Пока не удается. Да. А зеленые максимально... Третий ход не могут они посадить. Не надо смело спускать шашку с тринадцатого поля. Смело. Это еще один билдер-строитель. Для того, чтобы срочно взять третье поле. В своем доме. Микаэлу надо спускать из миддл-поинта. Издалека. Нет. Волнуется. Он дупля какого-то боится. Это ошибочка. Вот сейчас. Видите? Две шашки же было сбитые. Пять с чем не вижу. Что-то головой, конечно, у Микаэл не понравилось. Пять четыре. Нехороший. Снова решил сыграть в такую игру. Обратные удары появились. Три-шесть. Три-один. Два-один. Один-два. Пять-один. Мимо. Выводим шашку. Ну, со второго поля она под угрозой ударов и времени, пока желтые будут снова заряжать ее. Срочно надо убрать шашку голую со второго поля в доме зеленых. Неправильно, что здесь котик продует. Вот шестерей она оказалась под ударом. Осталась с ним и, соответственно, сбита. И теперь с желтым снова проблема зарядиться. А у зеленых время, пока желтые будут заряжаться. Зарядились быстро. А вот пятерка разрушительная. Пятерка разрушительная. Приходится разбирать в восемнадцатое поле. Потому что дом невозможно разрушить. Потеряется вся идея обратной игры. И угрозы Марсов стали серьезными. Молодец, Константин, что видит этот неприятный ход. Шестерей ничего не бьется. Ничего не бьется. Не бьется гладко. Нет, нет. Неплохой ход. Пассивный такой, но вроде бы. Но зато сейв безопасный, как мы можем говорить. Сейчас Михаил рассмотрит вариант пробить с угрозой. Вот этот я ходу. И тройку занести в дом. Но если желтые попадут в тройку, сейчас вернет, то зеленым не поздоровится. Да, в два поля заряжаться еще надо. Но, тем не менее, не хочется допускать обратного удара. Да, и Михаил выбрал все-таки в последней партии. Пока безопасный путь в расчете, что помогут. Ну, сейчас будем говорить через ехты бы. Желтые протанцевали бы. А в этой редакции желтые усилились, закрепились. Посмотрим. Сейчас скорее зеленые могут открыться чуть чаще, чем не открыться. Нет, не чуть чаще. Только пятерки и единицы плохие у зеленых. Все остальные номера хорошие. Где-то равные шансы открыться или не открыться. Вот пятерка. Ее просто нет. Тут не факт. Может быть, 4-2 надо сыграть. Это Михаил поторопился. Вот теперь бросок 5-4, 5-3. Одну голову дает. Есть ли броски, которые две головы дают? Я пока не вижу. А, 6-5 тоже не дает. Вот 5-1. Вот теперь шашка открывается. 5-1, да. И вот сейчас это взятие удвоения оправдается. Если Константин найдет пятерку. Посмотрим. Только по сумме. И Константин говорит. В наборе. 5 в наборе. Этого мало. Не то, что мало. 4-4. Раз, два, три. Идеальный бросок. Разгрузил шестой пункт. Нету пункта, нет проблем. Есть такая фраза очень знаменитая. Нету пункта, нет проблем. На одну проблему у зеленых стало меньше. Осталось разгрузить пятый пункт. Потом четвертый. 3-3. Нету пункта, нет проблем. Нет пятого пункта. Но теперь у зеленых очень плохие единицы. Обратите внимание. Но пока никто не обязывает их кидать. Микрил с этим справляется. Но скажу, пиар в этом матче очень не характерен для обоих. 6-58 и 8 с чем-то. Так, что там выпало? 5-1. Вот та самая единица. У кого это? У желтых, по-моему, да? Да. Это не у зеленых. Теперь Константин думает, надо ли разбирать. Это что это было? Зачем? Непонятно. Я думаю, это ошибка. Это всплеск эмоциональный. Но это чуйка. В то же время есть такое слово. Смотрите, что случилось бы сейчас. Повезло. В этом смысле чуйка помогла. Интуиция внутренняя ушел из-под мощнейшего удара. 1-1. Зеленые очень существенно облегчили задачу неоткрытия шашки. Стоят очень компактно. И возможны морсы, но возможны и открытия шашки. Без двойки. 4-1. И вот теперь много бросков еще зеленых. Главное, чтобы не было единицы, если болеть за зеленых. А за желтых еще много бросков и зеленых. Главное, чтобы была бы единица. Так приблизительно думает оппонент. Это Джокер. Сразу два броска в одном. Это дупль 2-2 и без единицы. Сейчас Косте надо решать проблему. Убегать от Марса. Да, убегать от Марса или терпеть. Решил убегать. Посмотрим. 4-3. Два броска зеленым. Очень близко к побегу от Марса, что состоится. А вот это шансы существенно снижает. Возможно, сейчас будет, если единица в пользу Константина есть. А, но две единицы это не одна. Еще остаются незначительные шансы убежать. 6-1. Что сейчас зеленые кинут единицу. Только в этом шансе может быть не Марс, но Марс. Все-таки программа показала пас, как мы понимаем. Ну, с учетом исхода, конечно же, верно. Но Константину показалось, что тейк был. 9-5. Микаэл подтвердил лидерство. Хотя всю дорогу в матче проставалось. Да, и вы знаете, мы начали даже прогнозировать в какой-то момент. Насколько приблизится Константин. Да, или произойдет ли у нас смена лидера. Да. Ну что, дорогие друзья. Вот мы говорили о том, что эта встреча будет отличаться коренным образом от того матча, который мы наблюдали первым. И так оно и случилось. Так оно и случилось. Здесь, может быть, здесь даже побольше была цена ошибок. Да, здесь была побольше ошибок. Очень правильно подметили, Григорий. Да, потому что здесь... Они существенно влияли на результат. Первая строчка. Здесь первая строчка, да. Тут вот тот самый взвешенный футбол, который... Футбол. Я сегодня что-то опять... Да. Ну, хорошо. Пусть это будет оговорка по Фрейду. А я считаю аналогии много. И с футболом, и с другими видами спорта. Потом на эту тему могу отдельно что-нибудь сказать. Сейчас не буду отвлекать внимания телезрителей. Так вот, я хочу сказать, что вот те взвешенные нарды, которые Пучков демонстрировал, он ведь не отказался от... Стиль тот же. Вы правильно подметили. От своего стиля. Да. Стиль тот же. Он так же и играл. Но самое интересное, что Варданян принял эту брошенную перчатку. И он переиграл своего соперника как раз вот именно в его стиле. На финишной прямой. Вот на финишной прямой в контравой партии, собственно говоря. Те самые клетки, как говорят легкоатлеты, выйти в финишные клетки и там решить проблему в свою пользу. Вот это и было продемонстрировано. Но сейчас у нас на комментаторской позиции появляется победитель и лидер нашего соревнования Микаэл Варданян. И сейчас я начну его пытать. В прямом и в переносном смысле. Начинать. Ну что, Микаэл? Пытайте. Ожидали подобного развития событий сегодня? Нет, не ожидал. Я думал в один момент, что придется проиграть. Особенно, когда уже Рубикон пройден. Когда 5-1 был? Да, 5-1. Нет, я-то имел в виду вот такой игры от Пучкова, потому что все-таки он игрок осторожный и сегодня он, по-моему, был еще осторожнее. Ну, я говорю, Пучков и Рискин, это два человека, которые меня очень удивили, очень хорошей и качественной игрой, которую я ожидал, но вот такого большого уровня, по-моему, я не ожидал. Отличная, отличная просто игра почти для меня была очень сложная, почти без ошибок. При счете 5-1 Пучкову не хватило двух очков, чтобы сместить вас с позиции лидера. Вы об этом не задумывались? Нет, не задумывался. Мы так близко стояли друг от друга. Да, мы вот так вот близко стояли друг от друга. Я даже не знал. Поэтому мы тут уже просчитывали различные варианты, мы уже пытались тут интригу нагнетать, понимаете ли, закручивали гайки, но вы как-то эти гайки развентили. Сопротивлялся как мог. В какой момент это произошло, вот это развинчивание гайки? Я думаю, все началось в 6-5 злополучного, когда Константин кинул в 6-5 и после этого я пробил шестеркой. Кстати, мне интересно решение программы, был ли там пас, Константин сдался, я думаю, я бы, например, принял бы этот куб, я не знаю. А я помню ваш вопрос. Да? Да, когда вы по ходу не обсуждения, а такой беседы, ты бы принял пас? Я бы спросил, вы бы приняли мой куб на моем месте. Ну да, 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 да. Он сказал, точно принял бы. Да, поэтому нет, там все было правильно. Да, там все абсолютно было правильно. И вообще я хочу сказать, что сегодня мы увидели два абсолютно разных матча. По сценарию, по драматизму, по эмоциональному наполнению, если первый матч Джагаряна и Аскуравы, это был, ну, какой-то вулкан, если хотите, я не знаю, там Ключевская сопка, там Этна, что там еще, Везувий или это непроизносимое исландское название. В вашем матче мы увидели действительно, ну, вот совершенно другое. Ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим вот на статистику матча. Почему ужас? Что? Качество игры плохое у обоих. Ага. Я не на своем уровне, и Константин тоже не на своем уровне. Мы сыграли чуть хуже. Ну, хорошо. Ну, вот этот самый пиар злополучный. Вы мне в прошлый раз что говорили здесь, сидя в качестве комментатора? Железяка не кормит? Не кормит. Да, железяка денег не платит, да? Да, я думаю, мы играли очень осторожно. Вот я тоже думаю, что сегодня для вас был гораздо важнее результат, да, чем... Результат хороший, не скрою. Да, вот с удвоением. Ошибок очень много, с удвоением, и меня поражает, на самом деле, потеря Экоти. То есть у меня минус 1433, у Константина чуть поменьше, 0900, но все равно это очень-очень много. То есть, в принципе, мы должны играть чуть лучше, вот, на мой взгляд. Но... Вы же понимаете. Пока не получается. Я думаю, что вот абсолютно прав Акопов, когда постоянно говорит о том, что уровень игроков на нашем турнире высочайший. Поэтому, наверное, здесь не может быть без потерь. Да, безусловно. Да, абсолютно. Иначе, как говорят, что без ошибок ничего не бывает. Да, иначе, если бы никто не ошибался, никто бы, то счет на футбольных полях был бы 0-0 всю жизнь. Хорошо. Давайте мы посмотрим сейчас, что у нас происходит в турнирной таблице. Вот, и будем постепенно-постепенно закруглять наш эфир. Итак, Микаэл Варданян после трех матчей. Итоговый баланс 31 очко. Константин Пучков 12, Сергей Петухов 10, от сама Сарсагов 7. Герджи Гарян, который сегодня уступил, минус 1. Юрий Акопов минус 3, Сергей Ленин минус 5, Гусев минус 5 и так далее, и так далее. Последний Алексей Аскурава. Но он сегодня, по крайней мере, получил мощный эмоциональный заряд, одержав первую победу на турнире. Удивляет, конечно, местность и позиция Сергея Ерохина, нашего второго гроссмейстера. Но, как говорит коллега Акопов, дорогие друзья, у нас еще такая долгая дистанция. Дистанция в нашем чемпионате Москвы, в индивидуальном зачете, который мы приравниваем к чемпионату России. Но вот сейчас уже можно назвать Варданяна фаворитом? Определенно, фаворит, выход в плей-офф. Напомним нашим телезрителям, что турнир проходит в два этапа. Первый этап – это круговой, который сейчас проходит. И текущий день был вторым днем третьего тура. И по итогу кругового этапа восемь лучших проходят в плей-офф. Вот там вот, где у нас на табличке такая вот черточка, черточка, черточка. Да, это есть так самый дедлайн. Это вот граница между восьми лучшими и четырьмя спортсменами, которые, я уверен в том, что не менее достойны в эту восьмерку попадать. Но куда деваться этот уровень качества, уровень, я ненавижу это слово, рейтинговый, что ли, если хотите. Пиар, пиар. Пиар, да, задранный, задранный организаторами турнира. И в том числе вот этим вот товарищем, который рядом со мной находится. Хочешь судить, такой у нас вид спорта, что его можно оценивать. Оказывается, есть беспристрастный судья, программа, которая оценивает уровень мастерства. На самом деле программа бог с ней, да, а вот то, что у нас действительно блистательные мастера принимают участие в турнире, это неоспоримо. Тут даже не о чем говорить. И я лишний раз только с удовольствием это подчеркиваю. То, что, может быть, есть какие-то другие турниры, я не знаю, на территории России. Но вот кто сравнится с нашим по пиару и лаку. Лаку, удачи, да. Я хочу добавить буквально несколько слов, Григорий, что я думаю, для телезрителей, которые играют даже немножечко в короткие нарды, вот это вот фестиваль, я бы так сказал, этой игры на телеканале «Старт», он позволяет увидеть действительно даже новичкам, насколько сильно играют, ни в связи ни с каким пиаром, если забудем все эти слова, просто то, что происходит на доске, не может не понравиться всем любителям нарты. Это действительно первоклассная игра больших мастеров. Да, так оно и есть. Ну, дорогие друзья, нам в череде долгих новогодних праздников осталось встретить только старый Новый год. Новый год, да. Они на качество игры не влияют, потому что у нас высочайший уровень мастерства. На этом, дорогие друзья, давайте прощаться до следующего понедельника. С вами были Юрий Акопов и Григорий Тволтвадзе. До будущих побед, друзья. До будущих встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова